Ересь Хоруса Вархаммер 40 тысяч Джон Френч Багровый кулак Истинная сила рождается в боли. Древняя тиранская пословица. Значит, время не отпускает, не наставшая отвлеченность, остающаяся возможностью только в области умозрения. Не наставшие и наставшие всегда ведут к настоящему. Шаги откликаются в памяти до непройденного поворота к неоткрытой двери. Из обгоревшего фрагмента, спасенных из архивов Альбы, приписывается древнему поэту Элиоту «Мы – будущие воспоминания. Когда наша плоть обратится в прах, а наши мечты исчезнут, мы станем призраками, живущими в стране легенд, воплощенными только в воспоминаниях других. Что мы возьмем с собой в это царство мертвых, за что нас будут помнить? Это и будет истина наших жизней». Соломон Вос. Из Грани Просвещения Пролог. Ночная сторона Инвита Выдержу ли я? Мой мир сжался в сферу холодной тьмы. Внутри только боль. Снаружи ничего, кроме голодной ночи. Я не вижу. Лед скопился в глазницах. Слезы замерзли на коже. Я пытаюсь дышать, но каждый глоток воздуха вонзает острые лезвия в мои легкие. Я не чувствую рук. Тело анемело. Я думаю, что лежу, свернувшись на льду. Руки и ноги дрожат все медленнее, с каждым слабеющим ударом сердца. Зверь должен быть рядом. Он не отступит. И его ведет мой кровавый след. Моя кровь. Я все еще должен истекать кровью. Рана небольшая. Аккуратный прокол в икре. Но она все равно убьет меня. Я оставил кровавый след на ледяных дюнах. Пытаюсь заблокировать боль. Пытаюсь игнорировать анемение. Пытаюсь продолжать двигаться. Я не смог. Холод заберет меня, и зверь получит остатки. Я не смогу выдержать это. Я никогда не достигну цели. Я недостаточно силен. Мир темнеет. Боль уходит. Из далекой тьмы кричит голос. Я пытаюсь разобрать слова, но голос слишком далек. Руки сжимают мое лицо. В голове вспыхивает боль. Я кричу. Пальцы оттягивают мои веки. Алексис, ты должен идти. Я вижу лицо, окруженное за индивелым мехом. Глаза синие. Цвета гледь черного льда. Элиас, мой брат. Он все еще со мной. За ним буран закрывает звездное небо, кружащимися белыми осколками. Ты должен идти сейчас же. Я чувствую, как он хватает меня за руки и рывком поднимает на ноги. В моем теле вспыхивает яркая боль, острая, режущая и перемалывающая каждое мгновение. Я снова кричу. Боль, значит, что ты все еще жив, кричит сквозь ветер Элиас. Я моргаю, пытаясь сосредоточиться. Онемение отступает. Я снова чувствую конечности. В вернувшихся чувствах мало удовольствия. Часть меня снова хочет онеметь, лечь и позволить крови замерзнуть. Мы стоим на узком плоском гребне, вершина которого выветрена в ледяные неровности. С обоих сторон зияют расселены. Изломанные ледяные пики поднимаются над пеленой бурана, подобно темно-синем в звездном свете осколкам разбитого стекла. Ложное сияние крепостей лун озряет нас из-за занавеса изумрудного рассвета. Это расколотые земли, ночная сторона Инвита, которая никогда не видела солнца. Холод такой же вечный, как и ночь. Воины ледяной касты рискуют появляться здесь только в металлических скафандрах. Но те, кто хочет присоединиться к легиону, должны пересечь это безжизненное место в рваных шкурах и обмотках. Это испытание, путешествие через полночное царство агонии. Я решился на это путешествие, но не увижу его конца. На льду кровь, замерзшая, тянущаяся вдаль. «Где он?» — говорю я, глядя на Элиаса. Он качает головой. Полостки ткани скрывают лицо, а покрытые снегом шкуры увеличивают фигуру, из-за чего он больше похож на быка тундры, чем на человека. «Я не знаю, но близко», — говорит он. Его голос приглушен, но все еще силен. Я знаю, что его руки опухли и почернели от замерзшей крови, но во взгляде нет боли. В то время как я слаб, он не сгибаем. Он мой брат, мой близнец во всем, кроме одного. Он сильнее меня, всегда был. «Я бы не зашел так далеко один, а теперь я подвел его. Он должен оставить меня здесь. Я слаб, и я убью нас обоих». Он смотрит на меня, будто услышав мои мысли. «Даже не думай об этом, Алексис. Я не оставлю тебя». Я открываю рот, но ответ застывает в горле. Сквозь несущий снег ветер я снова слышу низкий животный звук, как выдох с предвкушающей улыбкой. Элиас замер. Позади меня раздается рык, прерывистое урчание, которое наполняет мои вены горячим страхом. Зверь нашел нас. Я знаю, что ему нужен я. Я слаб и истекаю кровью. А он уже вкусил ее. Новое рычание, ближе, протяжней. Я могу представить, как он крадется по льду за моей спиной. Мышцы двигаются с изящной неторопливостью. Бесцветные глаза уперлись мне в спину. Зверь ждет моих действий, собираясь напасть в тот момент, когда будет готов. И пока он готовится, хочет, чтобы его добыча испытывала страх. Снова раздается рычание еще ближе. И я слышу мягкий звук, когда хищник задевает покрытым шерстью телом лед. Я пытаюсь успокоиться, подготовить слабеющие мышцы к движению. Элиас неотрывно смотрит на меня. Он знает, что я замыслил. Он сделал бы то же самое. Я киваю один раз, очень медленно. Я слышу, как когти зверя скребут по льду. Мысленно я почти вижу, как мышцы напрягаются под припорошенной снегом шкурой. Зверь ревет. Прыгает мне на спину. Звук заглушает пургу. Я бросаюсь в сторону. Мышцы горят. Я слишком медленный. Челюсти твари смыкаются на отведенной назад левой руке. Она разворачивается при приземлении, протащив меня по льду. Зубы рвут мою плоть. Я чувствую гнилостный запах из его рта. Животные сморад тела. Он стряхивает головой. Моя рука все еще в его зубах. Слышен треск суставов. В глазах вспыхивает агония. Я даже не чувствую, как падаю на землю. Зверь отпускает мою руку и кладет когтистую лапу на грудь. Ребра трещат. Острые когти касаются кожи. Раздается вопль. И неожиданно давление исчезает. Я отползаю в сторону и поднимаю взгляд. Элиас стоит спиной к расселине. Тело напряжено. Руки разведены, как у борца. Между нами мечется шестилапое существо. Бледная шкура покрывает длинное тело. От морды лопотообразной головы до кончика подергивающегося хвоста. Оно медлит, оценивая новую добычу, которая отвлекла внимание от прежней. Напрягается. Я не вижу лица брата, но знаю, что под тряпичной маской он улыбается. Зверь прыгает. Элиас неподвижен. Челюсти твари широко раскрыты. Блестящие зубы, похожи на лезвие ножей. Брат уклоняется в последний момент, развернувшись вокруг оси, в то время как руки хватают шею зверя. Он поворачивается. И сила инерции зверя несет его к ожидающей расселине. Почти идеально. Почти. Я начинаю бежать. Боль уходит. Зверь изворачивается в полете. Передние лапы рвут плоть. Длинные изогнутые когти впиваются в ногу Элиаса. Зверь воет, когда оба падают в пропасть. Я оказываюсь на краю вовремя, чтобы схватить падающего брата. Его вес сбивает меня с ног. Когти зверя освобождаются. И он исчезает в расселине. Капли крови летят за испуганным рыком во тьму. Элиас висит на моей руке. Я лежу на животе. Правая рука вцепилась в кромку льда. Голова и левая рука выступают за край расселины. Брат раскачивается в моей хватке. Его рука сомкнулась вокруг моей. На моей кожа проколота и разодрана челюстями твари. А вес Эля-то еще больше расширяет кровавые раны. Я никогда прежде не испытывал такой боли. Кровь бежит по нашим рукам. Мой захват скользит. Боль и страх сливаются воедино внутри меня. Я не позволю этому случиться. Я достаточно силен. Я должен быть таким. Я пытаюсь вытащить его. И мой хрип от усилий превращается в крик. Я не могу поднять его. Держащаяся за ледяной гребень правая рука соскальзывает. Я дергаюсь вперед, еще больше переваливаясь через край. Алексис! Голос брата так тих, что почти теряется на звуке ветра. Я смотрю вниз на Эляса. Его глаза пробегают по скользкой от крови обмороженной плоти наших рук, которая выглядит черной в свете звезд. Я вижу то, что он уже знает. Моя охватка разжалась. Это только его рука сомкнулась вокруг моей, удерживая Эляса от черной пустоты внизу. Он всегда был сильнее меня. Я смотрю ему в глаза. «Нет!» Кричу я! Он разжимает руку. 141 день до битвы в системе Фолл. Система Фолл. Меня разбудил собственный крик. Глаза резко открылись. На мгновение я думаю, что ослеп, что по-прежнему на инвите, и что холод лишил меня зрения. Затем холодное прикосновение доспеха отсекает далекое прошлое от настоящего. Я не слеп, а мой брат погиб от моей же руки давным-давно. Я замерз, словно сон проник в реальность, чтобы погрузить меня в воспоминания о холоде инвита. Лед покрыл линзы шлема, сведя видимость до полупрозрачной дымки медленно меняющегося освещения. Лед розовый. Это цвет снега, расплавленного в жижу кровью. В уголках зрения медленно пульсируют. Тускло-красные предупредительные руны. Предупреждение. Глубокий вакуум. Предупреждение. Герметичность доспеха под угрозой. Условия невесомости. Определенные повреждения. Низкое питание доспеха. Я не мог вспомнить, где нахожусь, или как оказался в этом замерзшем состоянии. А тем временем доспех отключался. Я моргнул, попытался сосредоточиться. В теле начали пробуждаться ощущения. А немевшее эхо боли в правой ноге. Полное отсутствие чувствительности в левой руке. Металлический привкус во рту. Я жив, подумал я. И на данный момент этого достаточно. Попытался пошевелить правой рукой, но доспех не позволил. Как бы сильно я ни старался. Попробовал приблизить левую руку. Ничего. Я не чувствую даже пальцы. Я посмотрел на задухающую пульсацию предупредительных рун. Доспех переключился на минимальное потребление энергии, превратившись почти в безжизненную металлическую оболочку. Он поддерживает во мне жизнь, но должно быть серьезно поврежден. Я закрыл глаза, стабилизировал пульс. Я знал, где находился. Свободно парил в вакууме космоса. Доспех поддерживал температуру тела, но разряжался. Энергия закончится, и я начну терять больше тепла. Моя улучшенная кожа будет держаться дольше, чем у обычного человека, но в конце концов холод доберется до моих сердец и остановит их двойное биение. Это только вопрос времени. На секунду я почти утратил самообладание. Я хотел кричать, биться в металлических объятиях доспеха. Инстинкт существа, оказавшегося под водой, последний вдох, горит в легких. Темнота неминуемости смыкается вокруг жизни. Я медленно выдохнул, угомонив инстинкт. Я жив, а пока я жив, у меня есть выбор. «Перегрузить все системы», — сказал я. Электрический импульс пробежался по моему телу, когда доспех подчинился. Почти сразу же, как доспех активировался, включилась сирена. Симпатическая боль пронзила позвоночник. Уши наполнили накладывающиеся друг на друга предупредительные сигналы. На дисплее шлема пульсировали красные руны. Я сморгнул предупреждение, и звуки стихли. Осталось в лучшем случае несколько минут до того, как доспех превратится в могилу. Я поднял правую руку и соскоблил тающий лед с линз шлема. Белый, слепящий свет хлынул в мои глаза. Я парю в огромном зале, освещенном солнечным светом, который исходил из источника за моей спиной. Все покрыто слоем розового инея, сверкающим в резком свете, как сахарная глазурь на торте. Вокруг плавали маленькие кристаллы, медленно окружаясь своим последним затухающим импульсом. В помещении висели неправильные фигуры, покрытые розовым инеем. Я движением век кликнул по тусклому маркеру на дисплее шлема. Вокс-система активировалась со стоном помех. Я настроил ее на максимальный диапазон передачи. Это Алексис Полукс из 7-го легиона. Голос звучит глухо внутри шлема. И мне ответили только новые помехи. Я настроил передачу на повтор, который будет продолжаться, пока не закончится энергия. Возможно, кто-то услышит. Возможно, есть кто-то, кто услышит. Что-то ударилось в плечо и медленно выплыло передо мной. Замерзший предмет чуть шире моей головы. Он медленно вращался. Я протянул руку, чтобы оттолкнуть его. Он перевернулся и посмотрел на меня безжизненными глазами. В голове вспыхнуло воспоминание, раскалывающийся с металлическим грохотом корпус корабля. Когда тот вырвался из схватки шторма, обломки пронзают воздух. И кровь хлещет по палубе, кричит офицер. Его глаза расширились от ужаса. Я на корабле. Я вспомнил дрожь палубы под ногами и завывание шторма снаружи. Я отдернул руку от оторванной головы, и резкое движение закрутило меня через замерзшие кровавые брызги. Вокруг меня вращалось помещение. Я видел забитые льдом, ниши сервиторов и искореженные модули приборов. С пола на меня была обращена многоярусная платформа ауспиков. Ее экраны и голопроекторы выглядели, как ветви дерева под зимним снегом. Я попытался остановить свое движение, но просто продолжал вращаться. В ушах начали пронзительно визжать предупреждения. Недостаточно энергии, недостаточно энергии, недостаточно энергии. Мимо промелькнули силуэты, окрашенные красным цветом предупредительных рун. Тела, прижатые к стенам пластами кровавого льда. Детали расколотого желтого доспеха проплыли среди конечностей и раздробленных костей. Со стен, подобно нитям кишок, свисали оторванные связки кабелей. Возле замерзших в эмбриональных позах сервиторов парили ленты инфопергамента. Я развернулся и увидел источник света, ослепительно белое солнце, сияющее сквозь широкую пробоину в корпусе. Я видел сверкающую синюю сферу планеты на фоне усыпанной звездами тьмы. Зрелище между мной и звездным светом приковало взгляд. Поле зрения не изменилось. По космосу были разбросаны погибшие боевые корабли, сотни. Их золотые корпуса перекручены и разбиты на части, как разорванные тела. Отогнутые огромные полосы брони открывали вид на паутину помещений и переходов. Корпуса размером с гору были раздроблены на куски. Я словно смотрел на перемешанные останки бойни. Все мои братья погибли, подумал я, и мне стало холоднее, чем за многие десятилетия. Я вспомнил Элиаса, моего настоящего брата, брата-близнеца, сорвавшегося во тьму с кончиков моих пальцев. «Недостаточно энергии!» — звучали предупредительные руны. Последние воспоминания дополнили общую картину. Я знал, куда мы направлялись. Мы все к этому шли. Я смотрел на кладбище и определенно осознавал кое-что еще. «Недостаточно энергии!» «Мы не справились!» — сказал я тишине. «Ответьте!» В шлеме прозвучал механический голос, прерываемый помехами. Мне понадобилась секунда, чтобы ответить. «Это капитан седьмого легиона Полукс!» — сказал я, когда дисплей шлема потускнел. Слух наполнили взрывы помех. Я чувствовал, как застывает вокруг меня доспех. Его энергия окончательно истощилась. По телу начало распространяться мягкое онемение. Дисплей шлема почернел. Я почувствовал, как что-то ударило в грудь, а затем сомкнулось вокруг меня с металлическим лязгом. В темнице умирающего доспеха я чувствую себя падающим во тьму. Падающим слепым и без боли. Падающим, как мои братья. Я одинок в темноте и холоде. И всегда буду. «Ты у нас, брат!» — сказал голос машинным шепотом. Казалось, он раздавался из ночи, наполненный с нами о льдей и мертвых кораблях, мерцающих в свете звезд. «Я знал, что оно перейдет ко мне. Я знал протокол нашего Легиона, как и любой другой, но это не лишило меня желания, чтобы все было иначе». Летописцы и итераторы, упоминая о Легиона Састартес, говорят, что мы не испытываем страха, что кроме решимости и ярости ничто не наполняет наши сердца и разум. Об имперских кулаках они говорят больше, что у нас души из камня, что эмоции молчат внутри наших тел. Правда, как всегда, это то, что слова не могут описать. Если бы мы ничего не чувствовали, то проиграли в тысячах войн, что вели во имя императора. Без сомнения, что усмиряет смелость, наши враги вырезали бы нас множество раз. Без ярости мы никогда бы не достигли высот славы. Я не чувствую страха, но внутри меня остается что-то от него, искаженное и увядшее. Его нити настроены на другие нотки. Там, где человек будет чувствовать страх, я чувствую натяжение другой эмоции, сжатое и вплетенное в мою душу процессом, который создал меня. Иногда это ярость, осторожность или холодный расчет, а иногда это трепет, слабый отголосок страха, который утрачен мной. И я почувствовал именно трепет, когда руководство флотом перешло к трибуну. Они проходили мимо меня, входя по одному в помещение из гранита и бронзы. Сотня боевых командиров, готовых к битве. Замысловатые серебряные узоры переплетались на золотисто-желтой поверхности каждого доспеха. А с нагрудников и наплечников мерцала сделанная из гагата эмблема сжатого кулака. Некоторые были стариками, их лица покрывали морщины и шрамы, другие выглядели молодыми, хотя это было не так. Вот Пертинакс, смотрящий на меня зелеными механическими глазами. Рядом с ним шел Казим, который шесть месяцев удерживал башни Велги. Здесь Яга, который сражался во время первого усмирения Луны. Рядом с ним маршалы, мастера Асад и Сенешали Легиона. Они вместе прошли полтысячелетия войн. Как только все вошли, я шагнул следом и последовал в центр зала. Адепта машин чинили мой доспех, поэтому я надел шафрановые одежды, перевязанные в поясе кроваво-красным шнуром. Я выше всех своих братьев и даже без доспеха подавлял каждого воина в комнате. В помещении было тихо, и моя хромающая поступь разносилась эхом. Я чувствую их взгляды на себе, наблюдающие и выжидательные. Левая рука, плотно прижата к боку, старые шрамы от зубов и новые скрыты широким рукавом мантии. Зажившая плоть отдавалась болью в нервных окончаниях, лицо оставалось бесстрастным. Помещение находилось глубоко в корпусе трибуна, нового флагмана карающего флота или того, что от него осталось. Полированная бронза покрывала стены, а палуба снижалась ярусами из черного гранита. Огонь в жаровнях наполнил помещение красным светом, а на открытом пространстве в центре вращалась прозрачно-зеленая проекция звезды и планет. Тир сказал мне, что должно произойти. Он пришел посмотреть, как я восстанавливаюсь под надзором апотекариев. «Оно перешло к тебе, Полукс», — сказал он, глядя сверху темными глазами на проницательном лице. Медицинские сервиторы зашивали кожу на левом боку тела, иначе мне пришлось бы встать, прежде чем ответить. «А пока я должен был оставаться на операционном столе, где хирургические лазеры и термокаутеры восстанавливали мои раздавленные и обмороженные мышцы. Есть более достойные», — сказал я, не отводя взгляда. Легкая усмешка изогнула край рта Тира. Самообладание — одно из первых качеств, требуемых от имперского кулака. И я не сомневался, что намек на усмешку Тира был сознательным. Возможно, я просто не нравился ему. Мы — братья, связанные клятвами и кровью нашего примарха. На братство не требует дружбы. По правде говоря, я не знаю, о чем он думал. Я всегда был обособленным, неспособным читать мысли братьев моего легиона. Они были непонятными для меня, а, возможно, и я для них. Тир покачал головой. Сутулые плечи терминаторского доспеха слегка пошевелились. «Нет, брат. Ты воспитанник Йоннада, его наследник. Примарх и Сигизмунд передали командование ему. Теперь оно твое, и ты не можешь отказаться». Я посмотрел в глаза Тира, которые были так похожи на глаза примарха. Я говорил не из-за ложной скромности. Были другие, более достойные, возглавить силы, которые все еще представляли пятую часть всей мощи нашего легиона. Лучшие, чем я, люди, пережили катастрофу флота. Командиры с большим опытом компаний, более высоким положением в списках почета и более искусные во владении оружием. Тир был одним из таких лидеров. Я не герой, не чемпион легиона. Я знаю, как защищаться и нападать, как держать упорную оборону и не уступать. Ничего другого я не умею. Это все. Но мы имперские кулаки, и мы не можем просто отвергнуть традицию и приказ. Йоннад назначил меня преемником. Я сомневаюсь, что он задумывался над вероятностью того, что командование могло перейти ко мне так быстро. Но они вытащили меня живым из замерзших обломков, а шторм забрал моего наставника. Тир был прав. Я не мог отказаться. Это был мой долг, и этот долг вел меня прихрамывающей походкой в центр круга равных мне. Я остановился в центре зала, под вращающимся дисплеем, и посмотрел вверх на лица вдоль скошенных ярусов. Из теней сверкала сотня пара глаз, глядя на меня. Я чувствовал себя глубоко почитаемым и абсолютно одиноким. Правда была в том, что я не боялся должности командующего. Йоннад был лучшим флотским командиром легиона, а я его лучшим учеником. Я командовал экспедиционными флотами и завоевательскими компаниями. Со смертью Йоннада в шторме я принял его наследие. Легион обучил и подготовил меня к этой чести, но я не желал ее. Наш флот был первым ответом примарха на предательство его брата. 561 корабль и 300 рот покинули фалангу. Командующим был назначен первый капитан Сигизмунд, но примарх вернул его на Терру. И таким образом мы совершили прыжок к Иствану под командованием Йоннада. Когда мы вышли в варп, на нас обрушился шторм и не отпускал нас. Навигаторы не могли найти луч маяка Астрономикона, и любой курс заводил нас все глубже в бурю. Мы заблудились, дрейфуя по течениям страшного моря. После, как казалось многих недель, навигаторы почувствовали брешь в штормах, единственное спокойное место. Мы поплыли к нему, а ярость шторма последовала за нами. Флот перешел в реальность, на границе звездной системы. Сила шторма в те последние мгновения была несравнима ни с чем, из того, что мне выпадало переживать прежде. Поля Геллера вышли из строя, корпуса раскололись на куски и сгорали в пламени собственных реакторов. Некоторые корабли вышли невредимыми, но многие погибли. Их остовы вырвались из варпа, чтобы замерзнуть в космосе. 200 боевых кораблей погибли. Их останки вращались в свете забытой звезды. Они нашли меня в обломках одного из этих разрушенных остовов. Я был одним из немногих. Погибли 10 тысяч имперских кулаков. У меня в голове не укладывалась эта катастрофа. Осталось 363 боевых корабля. Судьба свыше 20 тысяч моих боевых братьев имперских кулаков теперь в моих руках. Такое бремя мне прежде не доводилось нести. Я должен, подумал я. Даже если это выше моих сил, я должен. Я приветствовал собравшихся кивком. Тишина. Затем сотня кулаков в унисон ударила в нагрудники. Я указал на медленно вращающуюся проекцию системы, в которой мы оказались. Ее назвали ФОЛ. Система столь незначительная и неизвестная, что существовала только в качестве примечания к навигационным записям. Проекция повернулась. Вращающиеся планеты исчезли, когда часть изображения увеличилась, чтобы показать уцелевшие корабли имперских кулаков. Я позволил ему вращаться некоторое время. Всем присутствующим нужно было обсудить один вопрос. 500 кораблей нацелились в сердце величайшего из когда-либо совершенных предательств. 200 погибло, когда плыли к единственному спокойному району посреди шторма. Две планеты, когда-то заселенные и теперь необитаемые. Я посмотрел туда, где перемещались пурпурные облака, изображающие соответствующие варп-условия вокруг системы. Мы здесь, окруженные штормами, которые нас пригнали сюда, лишенные связи, изолированные, пойманные в ловушку. Я поднял глаза на выжидающие лица. Некоторые кивнули, словно понимая, куда я клоню. Возможно, они уже видели подобные нашей ситуации признаки и сделали тот же вывод. Я знал, как устроить засады, использовал их в десятках войн, и я знал, что значит убить слабеющего и застегнутого врасплох врага. Глядя на проекцию нашего флота, плывущего в систему Фолл, я видел западню. То, что кто-то смог создать нечто подобное, было вне моего понимания, но я понимал, что говорила мне интуиция. «А если нас заманили в западню?» — сказал я, и голос разнесся по безмолвному залу. «Кто наш враг?» Императорский дворец. Терра. Отец ожидал меня в старейшей цитадели Терры, в крепости Бхаб. Полукруглая скала неправильной формы устремилась к крыше мира, подобно указательному пальцу в небеса. Долгие тысячелетия древней ночи она служила прибежищем военачальником, королям-тиранам. Но даже они называли ее древней. А сейчас цитадель — безобразный пережиток прошлого, уцелевший в разрастающемся имперском дворце. Прямое напоминание о дикости посреди монумента просвещению и единству. Сигизмунд задался вопросом, а держит ли теперь победу старый варварский бастион над попытавшимся покорить его дворцом. Старые пути и привычки снова вернулись, как и всегда. Войны вели непрерывно с тех пор, как человек впервые ступил под солнечный свет, и также будут вести в бесчисленные годы спустя, когда звезда потухнет. В этом он был уверен. На вершине цитадели дул прохладный ветер, принося запах специй из далекого трудового лагеря на горном склоне. В ярком синем небе плыли облака, лицо первого капитана омыли холодные рассветные лучи. Астартес можно было бы назвать красивым, но воины и генетические усовершенствования оставили свой след. Грубое лицо с благородными чертами, кожу усеивают рубцы, от правого глаза в челюсти бьется шрам. Зато глаза исключительные, ярко-синие, как сапфир, и излучают мощную внутреннюю энергию. Облаченный в отполированный золотой боевой доспех и накинутый поверх брони белый сюрка с черным крестом, первый капитан носил почести и награды за множество воин, как вторую кожу. В битвах среди звезд его ни разу не смогли превзойти. Везде, от гладиаторских ям пожирателей миров до покоренных космических систем, он демонстрировал, что значило быть воином Империума. В иные времена Имперский кулак стал бы величайшим воином эпохи, а сейчас он просто самый сильный сын того, кто ожидает его у парапета башни. Рогалдорн мерцал в утреннем свете, первый капитан не достигал ему даже до плеча. Примах Имперских кулаков выглядел, как облаченный водомантий и золото-полубок. Рядом стояла остропад, истощенная женщина. Зеленая шелковая мантия не могла скрыть сутулость. Оба молчали, но Сигизмунд заметил повисшее в воздухе напряжение после недавнего разговора. Он преклонил колени. Ветер трепал табор на броне. «Благодарю, госпожа!» Дорн кивнул изнуренному остропату. Та поклонилась и вышла. «Встань, сын!» — продолжил примарх. Сигизмунд медленно поднялся и посмотрел на отца. На бескомпромиссном, неподвижном лице блестели темные глаза. Рогал мрачно улыбнулся. Астарте знал, что это значит. Каждый день после возвращения на Теру одно и то же. Никаких сообщений, повелитель. Никаких. «Варп шторм делает...» «Получение посланий невозможным», — отвернулся Дорн. Над зубчатыми стенами, в холодном синем небе, среди потоков дрейфующего дыма, кружил орел. Примарх наблюдал за ним, отслеживая витки полета. Птица поднималась, используя теплые воздушные течения. Прошло много недель с тех пор, как Рогал услышал о предательстве брата и узрел доказательства. Сигизмунд запомнил гнев в глазах отца и знал, что ярость никуда не ушла, а только подавлена волей и погребена под слоями контроля. Знал, потому что она пылала и в нем, яркий отголосок холодного гнева Примарха. Дорн желал лично выступить против Гора, выслушать признание предателя и собственными руками совершить возмездие. Не пустил долг перед императором и империумом, которых Гор стремился уничтожить. Они вернулись на Терру, но Примарх отправил сыновей в оплощение своего гнева. Их назвали Карающий флот. 30 тысяч имперских кулаков и более 500 военных кораблей устремились к Иствану. Учитывая ярость братьев, сила вполне достаточная, чтобы захватить 100 миров. Сейчас вторая армия, которую сформировали из множества легионеров, собралась нанести удар по Иствану, а от Карающего флота не было никаких вестей. Сообщение придет, повелитель, галактика не может просто поглотить треть легиона. Не может? Дорн обратил взгляд темных глаз на Сигизмунда. Легионы воюют друг с другом. Гор предатель. Все стало с ног на голову. Как мы можем быть в чем-то полностью уверенными? Вы слушаете, слишком много надоедливых советчиков, повелитель, спокойно ответил первый капитан. Страх окружает нас. Страх пронесся по Тере, подобно ледяному ветру. От грязных улей в Северной Америке до колоннат Европы. Он везде, во взглядах, слухах и недосказанности, повсюду и продолжает расти. Предательство гора потрясло все устои верности и истины в Империуме. В одно мгновение все начали сомневаться. Кто еще примкнул к гору? Кому можно доверять? Что будет? Вопросы оставались без ответа. Смотря в глаза отца, Сигизмунд подумал, что ответы на некоторые из них не добавят спокойствия. Что бы ни произошло, они выстоят и достигнут Иствана. Они ваши сыновья. Сожалеешь, что вернулся? Нет, мое место здесь, ответил первый капитан, снова взглянув в лицо отцу. Сигизмунд командовал Имперскими кулаками, которых отправили на Истван, но отказался от этой обязанности и попросил о возвращении на Теру. Дорн доверял сыну и согласился без вопросов. Астартес не распространялся о настоящей причине, понимая, что отец не примет ее. Он и сам едва ее сознавал, но выбор сделан. Ложь давит на него, подобно цепям грешника. Дорн улыбнулся. Такая уверенность, столь мало сомнений. Сомнение — величайшая слабость, нахмурился Сигизмунд. — Цитирование моих собственных слов? — Неприкрытая лесть или тонкий упрек, — удивился примарх. — Правда, обоюдоострый меч, — спокойно ответил Имперский кулак. Смех Дорна разнесся коротким раскатом грома. — Теперь ты точно дразнешь меня, — проворчал Рогал, по-прежнему улыбаясь. Затем хлопнул Сигизмунда по плечу. — Спасибо, сын. Эмоции покинули голос. — Рад, что ты здесь. На секунду капитан захотел рассказать правду, поведать истинные причины возвращения на Теру, но отец отвел взгляд, и порыв прошел. — У тебя есть другие обязанности, кроме борьбы с моей меланхолией, — примарх посмотрел вдаль на блестящие на горизонте звезды. Пристальный взор остановился на красной точке, похожей на остывающий уголек. — Оно пришло к нам. Предательство у наших дверей. — Значит, доклады верны? Марс пал? — Да. Сигизмунд ощутил растущий гнев от мысли, что враг столь близок к сердцу Империума. Вспыхнувшая ненависть волной прокатилась по всему телу, поглощая меньшие эмоции, пока не сфокусировалась в едва сдерживаемое, самоконтролируемое пламя. Именно этот внутренний огонь сделал из него воина, не знающего равных после Императора и Примарха, часть которого жила в нем. На мгновение Имперский кулак почувствовал себя, как до встречи на фаланге, после которой все изменилось. — Я сотру марсианских предателей в пыль, — выдохнул капитан. Рогал покачал головой. — Еще не время. Пока мы должны спасти то, что в первую очередь потребуется для защиты Терры. Броню из Мондус Окулус и Мондус Гамма. Сигизмунд кивнул. — Если у них не осталось союзников среди остальных адептов Марса, то миссия станет сложнее. Сложнее, но и яснее. Мои силы. Четыре роты, и еще с тобой отправятся к Камбадьяс, чтобы сдерживать мой темперамент, — прорычал первый капитан. Понимание мудрости приказа пересилило гордыню. — Всем нам нужны другие, чтобы уравновешивать нас, — слегка склонил голову Примарх. — Не так ли, сын? Астартес подумал о мелькнувшей неуверенности в глазах отца и истинной причине своего возвращения на Терру. Он стоит среди бури предательства и лжи, и я должен стоять рядом с ним, чтобы не случилось. — Будет сделано, повелитель, — сказал Сигизмунд, и снова преклонил колени. — В этом я уверен, — ответил Рогал Дорн. 88 дней до битвы в системе Фолл. Система Фолл. Выхлопы корабельных двигателей затмили сияние звезд. Во тьме за обзорными окнами трибуна сотни боевых кораблей скользили в переплетающейся паутине плазменных следов. Каждый двигался по определенной траектории рядом со своими товарищами, образуя движущуюся сеть, которая напоминала непрерывно меняющуюся механическую модель звездной системы. Некоторые находились так близко, что я видел шпили авгуров, выступающие из верхних и нижних частей корпусов. Я разработал это построение, определил место для каждого корабля и рассчитал траекторию. Весь флот находился в постоянной боеготовности, щиты подняты, а оружие заряжено. В другое время подобное творение, возможно, и порадовало бы меня, но сейчас лишь наполнило разум смутными тревогами. Прошли недели, а ничего не случилось. Я посмотрел на стоявших вокруг командиров боевых групп. Первый сержант Рау находился чуть позади, держа шлем под мышкой. На лице не было обычной кривоватой усмешки. Мы стояли в центре выступа из белого мрамора, который проходил по центру мостика трибуна. Стены из черного камня изгибались над головами к сводчатому потолку. По всей длине мостика тянулись круглые иллюминаторы с открытыми баронированными створками. С обоих сторон в нишах расположились ряды сервиторов, соединенными с машинами толстыми связками кабелей. В воздухе витал запах нагревшейся электропроводки и звук щелкающих кагитаторов. Смертные офицеры проходили по длинным рядам в сопровождении парящих сервочерепов, которые проецировали перед собой прозрачные экраны с данными. Под ногами на мраморе сплетались мозаики мифических животных из золотых и красных камней. Трибун построили на верфях Инвита, и подобно всем кораблям, родившимся над миром ночи и льда, его капитан командовал стоя. Присутствующие тоже стояли, равные, если не в звании, так уважении. Этот принцип нравился мне, но после десятков советов мне иногда казалось, что инвитские кораблестроители были более любезны к подчиненным, чем к командиру. Пертинакс закончил доклад. Я признательно кивнул и оглядел окружение. Каждый из собравшихся командовал одной из двух дюжин боевых групп флота. Большинство представлены в виде проекций. Их полупрозрачные образы отображались в мерцающем свете. Только Тир, Раун и магистр астропатов Калио Лезик с длинными руками и ногами присутствовали лично. Совет проходил так же, как и все предыдущие, и все молчали. Так было на протяжении многих недель. Я уловил взгляд Тира, в котором нарастал старый спор и отвернулся к единственному, кто еще не отчитался. Магистр Лезик. Старик задрал голову на звук своего имени, словно прислушиваясь. Есть сообщение Стеры. Нет, капитан, прохрепел закутанный в шелк Лезик. Дряблая кожа на лице затряслась. Сообщений Стеры не было, как и из других мест. Ответ был ожидаемым. Мы были такими же глухими и немыми, как в самом начале шторма. — Благодарю, — сказал я, и собрался закончить собрание. Когда Лезик вздохнул и продолжил. При последней попытке отправить сообщение через шторм, мы потеряли еще двух астропатов. Старик замолчал, тяжело дыша. Я видел, что он утомлен. Кожа лихорадочно блестела, а когда он говорил в уголке рта, появилась капля крови. — Магистр флота. Мы потеряли половину астропатов флота, пытаясь связаться с Терой. Мы не можем продолжать. Штормы бьют по нашим разумам, даже во сне. Они словно живые. Они как... — Вы будете продолжать попытки. Я резко оборвал старика. Лезик открыл рот, чтобы ответить, но я ему не дал такой возможности. — Нет ничего важнее. — Ничего. Лезик мгновение молчал, а потом кивнул. — Я знал, что вынес смертный приговор. Я приказывал астропатам отдавать свои жизни, хотели они того или нет, но выбора не было. Мы все понесли потери в этом походе. Смысл верности заключался в исполнении долга, наряду с самопожертвованием. Тем не менее, повернувшись к другим командирам, я чувствовал, как пустые глаза слепца сверлят мне спину. — До следующего совета, — сказал я, и прижал сжатый правый кулак груди. Все имперские кулаки ответили тем же. Лезик, выглядевший так, словно мог упасть в любой момент, просто поклонился и шаркающей походкой вышел. Один за другим проецированные изображения погасли, пока не остался только тир. Он пристально смотрел хмурым взором вслед уходившему астропату. Даже не двигаясь, тир излучал нетерпеливость. Сдерживаемая им энергия напоминала хищника, смотревшего из клетки. Капитан был благороден и искренен. Но он не склонился ни перед кем, кроме Сигизмунда и самого Дорна. Он был мне братом, в силу изменений в наших телах и данных клятв, но никогда не станет другом. «Если у тебя есть что-то на уме, говори, брат». Тир одарил меня осуждающим взглядом. Я приготовился к новому спору. Позади меня Раун осмотрительно отошел в сторону. Его постоянная загадочная улыбка вернулась. «Он прав, брат», — сказал тир, глядя туда, где стоял Лезик. «Мы не можем продолжать вот так». «Мы должны установить связь с Террой», — сказал я ровным и твердым голосом. Тир кивнул, по-прежнему не отрывая взгляда от места, где стоял Астропад. «Верно». Но я не это имел в виду. Он нахмурился. Шрамы на лице превратились в неровные трещины. Примарх приказал нам следовать к Иствану. Известия с Терры очень важны, но и боевая задача тоже. «Десять кораблей, капитан», — сказал я тихо. С тех пор, как я принял командование, он убеждал, что весь флот должен пытаться найти путь сквозь шторм. По его мнению, оставаться на месте и готовиться к нападению было пустой тратой времени. После первого разговора я согласился с ним и возложил на Тира ответственность за попытку найти безопасный путь. За последние недели было потеряно десять кораблей, а в два раза больше получили повреждения. Штормы не стихли, скорее наоборот, их ярость только возросла. «Да, если бы весь флот искал выход, мы бы потеряли еще больше и не смогли бы поддерживать боеготовность. Это наш долг», — прорычал Тир, — «оставаться здесь и ждать врага, который может никогда не прийти. К тебе перешло командование не для того, чтобы медлить здесь, в то время как наш враг ждет нас за штормами». Он указал на иллюминаторы, но взгляда не отводил. Я видел нечто опасное в глубине его глаз. Я подошел к нему. Тело вдруг наполнило спокойной уверенность. Мой доспех не был таким громоздким, как терминаторский, но я по-прежнему смотрел сверху вниз над Тира. «Я выслушал тебя», — сказал я тихим и спокойным голосом. «Позволил тебе искать выход. Но командую флотом я», — Тир собрался возразить, но я медленно покачал головой. «Ты мог бы получить должность командующего. Тебя больше уважают. Сигизмунд высокого мнения о тебе, как и примарх. Принятые мной решения могли быть твоими, но они мои. Ты и остальные передали эту обязанность мне. Я понял, что неосознанно сжал руку. Иссеченные пальцы скрывала громада силового кулака. «Ты можешь продолжать искать выход, но я не буду больше рисковать кораблями и развертыванием. Это приказ, капитан». Тир моргнул, а потом поклонился. Но когда он снова поднял глаза, я по-прежнему видел огонь в них. В основании шеи вспыхнуло жгучее ощущение, которое распространилось в голову и грудь. Я знал это чувство. Гнев. Несфокусированная ярость битвы, но низкое человеческое чувство. Я открыл рот, но так и не сказал то, что собирался. В этот момент трибун заревел. Нам говорили, что гордость — это добродетель, но только вкупы со смирением. Я был готов к нападению. В течение долгих недель наблюдения, подготовки и планирования я ждал, когда враг покажет свое лицо. Я ожидал бесшумные корабли, несомые силой инерции от границы системы или же прямую массированную атаку из-за солнца. Наша диспозиция учитывала эти и другие варианты начальных фаз нападения. Мой план, хоть и доскональный, не предвидел невообразимого. Из многих совершенных мной ошибок это возможно легче всего понять, но тяжелее всего простить. Все началось с сервиторов. Их были сотни, соединенные с кораблем каналами интерфейса и закрепленные в гнездах и машинных нишах. Они одновременно застонали. Некоторые исторгли инфокод, словно пытаясь очистить себя. Другие бормотали непонятные слова. У кого не было ртов, молча бились в конвульсиях. Я пытался понять, что происходит. Затем меня ударила психическая волна и погрузила в океан обрывочных ощущений. Я слышал крики, бормотания и мольбу сотни отчаянных голосов. Я пошатнулся, зрение наполнилось цветными вспышками. Я падал. А слышимые мной звуки были осколками, не принадлежащих мне воспоминаний и мук. Я тонул. Зловонная жидкость наполняла мои легкие. Я парил в вакууме, зная, что почти погиб. Я закричал, когда фигура с железным лицом направилась ко мне, вытянув руки с клинками. Я кричал навстречу ветрам шторма. «Брат!» Казалось, слово пришло издалека. Я открыл глаза. Зрение размылось. А в ушах стояли крики. На меня смотрело лицо. Боль в его чертах была отражением моей собственной. На мгновение я увидел призрака. Полусон из прошлого, попавший в настоящее. Затем почувствовал удар в плечо, достаточно сильный, чтобы встряхнуть меня внутри доспеха. Чувства резко прояснились. На меня смотрел Кир. Худое лицо искажало гримаса подавленной боли. Его кожу покрывали каплей пота. За ним я увидел смертных офицеров, которые лежали на платформах сервиторов и бились в конвульсиях среди луж рвота и испражнений. Из их ушей и глаз текла кровь, запачкав наполненных помехами экраны данных. Некоторые, судя по их неподвижности, были мертвы. Рот наполнил вкус сухого пепла и могильной гнили. «Смотри!» — выкрикнул Кир и указал на уголопроекционную систему ФОЛ, которая вращалась в воздухе над нами. Я посмотрел и выкрикнул приказ о полной боевой готовности в тот момент, когда мой мозг только осознавал увиденное. Перед глазами вспыхнула и погасла тысяча энергетических сигнатур. Сенсоры перегрузились, и на нас обрушились сотни сообщений ауспиков. Они исходили из источников, которые-то появлялись, то исчезали. Это было похоже на то, как фосфорный снаряд рассыпает искры на фоне ночного неба. Кагитаторы рычали, пытаясь обработать и оценить внезапный ураган данных. А тем временем кошмары видения проносились растущей волной по нашим разумам. Затем все закончилось. Последние энергетические сигналы исчезли с голопроекцией. Машины затихлись, сервитеры рухнули на своих постах, а лихорадочные видения покинули мой разум. 28 дней до битвы в системе ФОЛ Система ФОЛ Они лишили нас страха, но не сомнений. Прав ли я? Заблуждался ли? Что произойдет? Эти вопросы донимали меня, и я заставил их умолкнуть. Командующему необходимо держать сомнения при себе. Ты не можешь обратиться к другим за уверенностью, потому что ты их уверенность. Ты не можешь поделиться своими сомнениями, чтобы они не расползлись, как губительная болезнь по телу. Ты одинок. Иногда я задавался вопросом, чувствовали ли нечто подобное при мархе. Изводили принятые решения их так же, как и меня. Я часами тренировался со своей ротой. Обычно я нахожу успокоение в подобной практике. Но вопросы не оставляли меня в покое. Что если штормы не утихнут? Должен ли я изменить план? Что бы сделал Сигизмунд? Тренировочный зал протянулся на полкилометра вдоль борта трибуна. Противовзрывные двери перекрывали проемы шириной с танк в одной из стен, отсекая вакуум. Палуба представляла лабиринт баррикад и обгоревших развалин. С потолка свисали орудийные сервитеры, скользившие вдоль платформ, чтобы вести огонь с различных углов, как того требовал тренировочный сценарий. Посмотрев вверх, я заметил, что стволы орудий сервитеров раскалились до красна. Они увеличили темп огня. По кромке абордажного щита плясали искры. Над головой холестали потоки трассирующего огня. Держащая щит рука дрожала от ударов крупнокалиберных пуль. Трассирующая очередь поразила гребень шлема, и я почувствовал, как заныли мышцы шеи. С обоих сторон от меня двое воинов первого отделения прижали щиты к левому боку и расставили ноги. Каждый щит, толстая пластина, испластали высотой в две трети роста Астартес. Дула болтеров торчали из вертикальной прорези с правой стороны каждого щита. Встав плечом к плечу, мы образовали металлическую стену. В боях внутри космических кораблей с ее помощью мы выживали и побеждали. Подобная тактика боя грубая и прямолинейна. Это дисциплинированное и отработанное убийство. И, возможно, это моя самая любимая тактика. «Наступаем и ведем огонь!» — взревел я. Целями были управляемые сервиторами автоматы, которые двигались по заданной схеме, имитируя ответные действия решительного врага. Только когда мы сократим дистанцию, настоящие противники заменят машины и сервиторов. Мы начали двигаться вперед, и каждый шаг сопровождался залпом болтерного огня, повторяемым в смертоносном ритме. Вместе с нашим продвижением в голове раздавались вопросы. Был ли Тир прав? Должны ли мы попытаться пройти сквозь штормы? После сенсорной и психической атаки мы перешли на полную боевую готовность и ожидали проявления врага. Но он не появился. И с течением времени вопросы в голове звучали все громче. «Враг 10 метров спереди быстро сближается!» Выкрикнул слова Раун. Я не мог увидеть противника, не выглянув из-за щита, но в этом не было необходимости. Раун видел, а я доверял его оценке ситуации. Была ли система Фолл в самом деле ловушкой? Население планеты исчезло, а мы, похоже, подверглись психической атаке. Но причины нападения не найдены. Здесь могли действовать иные факторы. Наше пребывание в системе могло быть простым совпадением. Разомкнуть строй приказал Раун. Стена щитов разошлась прямо перед вражеским ударом. Пятеро имперских кулаков атаковали узким клином с молотами и цепными мечами. Воинское мастерство — это лезвие клинка, затачиваемое только суровой практикой. Поэтому я отобрал лучших воинов роты в качестве наших противников в ближнем бою. Они обрушились на нас, как я и планировал, как будто желая убить нас. Пятерка прошла через брешь в стене и рассыпалась. — Сомкнуться, — закричал Раун. Наши ряды сошлись, окружив мнимых противников плотным кольцом щитов. Справлюсь ли я? Пятая часть легиона в полной боевой готовности. Готовится к нападению, которое, я считаю, произойдет. Что, если я ошибся? Молот обрушился на мой щит со звуком гонга. Секундой позже один из вражеских воинов врезался плечом в стык наших с Рауном щитов. Это был Сеттер, сержант 6-го отделения, закаленный покорением миров старый воин. И он был смертельно быстрым. Как только между щитами появилась брешь, он шагнул вперед, расширяя ее. И ударив меня молотом по голове, в глазах поплыло. Я моргнул, и в ту же секунду Сеттер прорвал стену. И он сбил Рауна с ног, и в кругу щитов образовалась широкая прореха. Подъемники орудийных сервиторов подняли их. И на наши головы хлынул ливень пуль. Я высоко поднял щит, прикрывая голову. Обух молота Сеттера ударил в живот. Я пошатнулся, и второй удар поразил лицевую пластину. Линзы шлема разбились. Красные осколки рассыпались передо мной, как кровавые слезы. Я был бы мертв, будь это настоящий бой. Конец, передал я по Воксу. Секунду спустя стрельба стихла. Сервитеры на орудийных платформах деактивировали оружие. Я снял шлем. Осколки красного стекла опоясали глазницу, как выбитые зубы. Рота опустила оружие. Серный оружейный дым заслал воздух. Бесчисленные зазубренные вмятины обнажили металл на доспехе каждого воина. Сплющенные пули покрывали фронтальную часть абордажных щитов. «В стене была щель, магистр флота», — сказал Сеттер, поклонившись. «Кратковременная брешь в вашей защите. Я использовал ее, чтобы прорвать оборону». Я кивнул. Находить уязвимое место у врага было обязанностью всех имперских кулаков. Сеттер был прав. Я отвлекся и не был сосредоточен. В настоящем бою это может привести к поражению и гибели. «Спасибо, брат», — сказал я кивнув. Сеттер отошел, непринужденно держа молот. Я посмотрел на разбитый шлем. Голова гудела от гнева. Я позволил своим сомнениям ослабить себя. Если я не смогу найти в себе силы выполнять обязанности, то погублю всех. «Может, нет никакого врага?» — прошептал малодушный голос в глубине души. «Возможно, Тир прав, а твой долг заключается в другом». Я подумал о Сигизмунде, нашем первом капитане. Это должна была быть его обязанность, но он вернулся на Теру вместе с примархом. Я подумал о невезении, о том, что его обязанность теперь лежала на моих плечах. Была бы она такой же тяжелой для него. «Неплохо!» — голос Рауна ворвался в мои мысли. Он подошел ко мне. Его доспех усеяли следы от пуль и ударов клинка. Сержант снял шлем и сделал глубокий вдох, словно наслаждаясь насыщенным запахом тренировочного боя. «Стену разбили!» — прорычал я. «Впервые за четыре часа!» — тем не менее, разбили. Ответные действия и сплоченность усилились. «Следующие четыре часа!» — сказал я. «Раун поднял шлем, словно сдаваясь, и я увидел слабую улыбку на отмеченном шраме милицеи. Я понятия не имел, почему он улыбается. «Оружейники не поблагодарят тебя!» «Следующие четыре часа!» Я поднял щит, чувствуя его успокаивающий вес. Раун удивился, но кивнул и начал выкрикивать приказы. Рота приступила к перегруппировке. Наверху орудийные платформы перестроились в новую конфигурацию. Меня не заботило, что оружейникам придется восстанавливать каждый доспех на флоте. «Когда враг придет, мы должны быть готовы. Мнения других, согласны они или нет, не имели значения. Сила требует подчинения, а не размышления. Я надел безглазый шлем. У меня не будет данных, которые поступают через линзы. Но в любом случае продолжу тренировку. На войне ты не можешь полагаться ни на кого, кроме своих братьев. Поступать иначе — слабость». «Начинаем!» — приказал я, и оглушительная стрельба наполнила слух. «Магистр флота!» — голос рулевого офицера прорывался сквозь шум, когда я собрался отдать первый приказ. Это был Картрис, ветеран с 50-летней службы имперским кулакам и человек, которому я доверил координировать разведку планет, лун и астероидных поясов системы. Его нелегко было потрясти, но я слышал напряжение в голосе, нападение. Тогда на корабле звучали бы сигналы тревоги. «Нет, это что-то другое, достаточно важное, чтобы немедленно предупредить меня, но не настолько, чтобы поднять общую тревогу». «Слушаю, Картрис». «Мы получили сигнал от поисковых команд». Картрис замолчал. Я слышал на заднем фоне стрекот сигнала считывания информации и вокс-помехи. Они кое-что нашли. Тир пришел со мной. Возможно, я хотел, чтобы он это увидел и таким образом ответил на собственные вопросы. А может быть, был другой, менее подобающий мотив. Наши шаги глухо лязгали, когда мы подошли к безжизненной машине в центре темного помещения. Я посмотрел на Тира, но его глаза впились в единственный круг яркого света. Мы были на артиллерийском складе с трехметровой толщины стенами и трехслойными противовзрывными дверями, запертыми многоуровневыми цифровыми кодами. Машина стояла отдельно, под гудящим стазисным полем. Образец, извлеченный для демонстрации, а затем спрятанный от посторонних глаз. Автоматические орудийные башни среагировали на наши приближения, а затем замерли. Мы словно вошли в потусторонний мир, который возник подобно пузырю вокруг тайны. Мы остановились и посмотрели на то, что поисковые команды вытащили из океана Фола-2. Машина блестела в свете фонарей. Ее гладкий металлический корпус был мокрым. Стазисное поле придавало каплям сапфировый цвет. Несмотря на серьезные повреждения, форма все еще угадывалась. Металлический куб с тупыми кромками, усеянный соплами реактивного двигателя и грубыми выступами. Корпус треснул сначала из-за неровных дыр, которые были похожи на следы от падения, а потом от ровных разрезов. Мельторезыка. Техножрецы вскрыли находку, обнажив внутренности. Я увидел перепутанные кабели и связки стеклянных пузырей, похожих на глаза без век. Капли желтой жидкости неподвижно свисали из разорванных трубок. Разбитые кристаллы усеяли перепачканный пол. В центре машины находилось что-то серое и мягкое, похожее на раздутый труб в темной воде. Я видел позвоночник под бледной кожей. Голову окружал пучок кабелей. Глаза и рот были зашиты. Не было ни рук, ни ног, только обрубки. Нос наполнил насыщенный запах ионизированного воздуха, а зубы заныли в такт с гулом поля. Я видел бесчисленное количество сервиторов, созданных механикомом, и ходил по колено в обезображенных телах, но в этой машине и ампутированном торсе было что-то крайне отталкивающее. Я уже изучил устройство, когда поисковые команды только доставили его на борт, но без толпы техножрецов и рабочих сервиторов. Оно воспринималось иначе. Словно подходишь к краю могилы, чтобы посмотреть на останки тайного злодеяния. Рядом со мной осторожно выдохнул тир. «Что это?» — спросил он. Голос разнесся эхом по пустому помещению. «Мы не знаем, по крайней мере, наверняка», — ответил я. Тир прошелся вдоль края стазисного купола. Посланные мной на Фолл-2 поисковой команды нашли его в плавающем в океане, но он наверняка побывал в космосе. Адепты сказали, что у компонентов этого механизма несколько предназначений. Тир коротко кивнул, но оставался безмолвным, когда я указал на разные части устройства. Большая часть состоит из антенн-авгуров с большим коэффициентом усиления и сенсоров широкого спектра, эффективных на сравнительно короткой дистанции, затем и есть человеческий компонент. Очевидно, он должен был быть в состоянии гибернации, поддерживаемой при жизни минимальным потреблением энергии. По их оценке, устройство находилось на орбите Фолл-2, получило повреждения и упало на поверхность планеты. Тир продолжал смотреть на серые останки человека в машине. Я бросил на них быстрый взгляд и отвернулся. Они вызывали у меня желание вздрогнуть. Некая форма контролируемого сервитором сенсорного передатчика возможно устройство для изучения астероидов. Адепты считают, что это маловероятно. В дополнение к сенсорному оборудованию, часть систем похожа на вид психического усилителя. Тир поднял глаза. Это оно вызвало психическую атаку. Оно и другие подобные устройства. Во время атаки мы засекли сотни энергетических сигнатур. Весьма вероятно, что их еще много. Нам нужно найти и уничтожить их. Они могут снова включиться в любой момент. Эта машина упала на океаническую планету, когда сошла с орбиты. Поисковые команды никогда бы не нашли ее, если бы не вспышка при входе в атмосферу. Я оглянулся на разбитое устройство его несчастного обитателя. Она повреждена, но адепты говорят, что большая часть системы вышла из строя, и пассажир погиб еще до падения. Тир покачал головой. Лицо напряглось от эмоций, которую я не мог прочесть. Они погибли, как только их активировали, произнес он. В голосе были нотки неверия и гнева. Объекты такого размера отключены и без источников питания. Мы можем прочесывать систему 10 лет и ничего не найти. Так как планеты не заселены, то мы не сможем узнать, кто их запустил и зачем они атаковали нас. Ты прав, но это была не атака. Что ты сейчас сказал? Я видел, как месяцы разногласия и контролируемая враждебность терзают его волю. После психической атаки Тир не оставил требований прорваться через шторм, даже наоборот. Его позиция стала тверже, как и моя. Я надеялся, что он поймет предназначение добытой машины и то, что мои решения были верны. Это была слабость, и как все, что основано на слабости, обречено на неудачу. «Посмотри на это, брат!» Тир снова взглянул на машину, осматривая разрушенный корпус. Сенсоры, авгур и коммуникационные фильтры, психические вопли, которые мы все ощутили, были не атакой. Они были посланием. Он посмотрел на меня, и я наконец увидел понимание. Это была не атака, брат. Это была прелюдия к ней. Имперский дворец. Терра. Все замолкали при ее приближении. Постукивание посоха эхом разносилось по коридорам. Когда посыльная направлялась к залу планирования, люди расступались, провожали женщину взглядами и шептались, словно чувствовали всю значимость новостей, которые она несла. С обеих сторон ее сопровождали четыре кустодия в золотых доспехах. Черные стражи, похожие на плакальщика, в броне замыкали процессию. В зале планирования Сигизмунд через открытую дверь заметил движение и посмотрел в ту сторону. Он увидел приближающуюся посыльную и взглянул на морщинистое слепое лицо астропата. От увиденного по телу пробежал холодок. Астартес узнал ее. Армина Фелл. Она служила императору три десятилетия. Последствиями службы стали сутулости белые, как хлопок волосы. Астропат доставляла Дорну бесчисленные сообщения. Большинство были скверными, некоторые разочаровывающими. Но ни для одного не потребовался эскорт. Выглядело так, словно послание заключенной, который мог освободиться, а таков избежать. Имперский кулак посмотрел на отца. Но тот, если и заметил приближающуюся процессию, то не подал вида. Вадаг Сингх в общих чертах объяснял свои предложения по укреплению императорского дворца. Военный архитектор расхаживал между широкими столами, затягивался из длинной курительной трубки и выдыхал ароматный дым. Примарх стоял в центре палаты, хмуро разглядывая разложенные на столах схемы. С потолка свисал медный проектор, выводя изображение планов Сингха на декорированные песчаником стены. Помещение казалось почти умиротворенным, но капитан знал, что краткий миг спокойствия – иллюзия. Вернувшись с Марса, он застал атмосферу неуверенности и страха, увеличивающиеся день ото дня. Создавалось впечатление, что все на терре затаили дыхание и выжидали, куда обрушится следующий удар. «Гора Тхаулагири!» – нахмурился Дорн, разглядывая увеличенное изображение. «Считаешь это необходимо?» «Не необходимо», – мягко ответил Сингх. «А требуется, Рогал». Военный архитектор щелкнул пальцем одному из своих рабов в шелковых мантиях, и человек изменил фокус одной из линз проектора. «Обрати внимание на уязвимое расположение внешних элементов. Из всех ты первым должен понять, что если мы будем удерживать этот квартал дворца, то необходимо его перестроить, и перестроить сейчас же». В обычное время фамильярность Сингхов возмутила бы Сигизмунда, но сейчас он обращал внимание только на смысл сказанного. Процессия вошла в открытые двери зала. Дорн слегка хмыкнул за спиной первого капитана. «Требуется, а это слово вызывает у меня подозрение, старый друг», – ответил примарх. Астартес наблюдал за Арминой Фелл и ее свитой. Они остановились у входа. Астропад подняла руки к пустым глазницам. На щеках блестели слезинки. Она плачет. Один из стоящих рядом с ней кустодиев трижды ударил торцом копья по каменному полу. Звук разнесся по поддерживаемому колоннами залу. Дорн медленно поднял голову. «Новости!» – спокойно сказал он и посмотрел на Армину Фелл. На миг Сигизмунду показалось, что он увидел какую-то эмоцию, мелькнувшую на лице отца. «Все в порядке, госпожа! Прошу, скажи нам то, что должна!» Губы женщины задрожали. «Сообщение осыствовано!» – повелитель. У Армина сбилось дыхание. Дорн вышел вперед. Когда он протянул руку, с нее откинулся рука в черной мантии. Он мягко приподнял голову Астропада, пока ее пустые глазницы не посмотрели на него. «Госпожа!» – мягко спросил он. «Что случилось?» Фелл успокоилась. Вернулись самообладания и достоинства, словно ей передались спокойствие и сила примарха. Она начала размеренно говорить, четко воспроизводя сообщение. Имперская контратака на Истване-5 провалилась. Вулкан и Коракс пропали без вести. Ферус Манус погиб. Повелители ночи, Железные воины, Альфа-Легион и Несущие Слово присоединились к гору Луперкалю. В зале никто не шелохнулся. Черные стражи и кустодии стояли подобно статуям из гагата и золота. В Адак Сингх просто уставился на Армину. Тлеющие угольки в трубке остывали и превращались в серый пепел. Мгновение Сигизмунд ничего не чувствовал, словно услышанное опустошило его. Один примарх убит. Двое пропали. Трех легионов нет. Четыре переметнулись к врагу. Все уместилось в несколько слов. Вот оно, как она и показывала. Настоящее начало конца. Если предали еще четыре легиона, почему и другие не могут? Они придут сюда, и здесь мы должны стоять. И мы будем стоять. Одни. Астартес понял, что дрожит. Напряженные мышцы пришли в движение под покрытой шрамами кожи. Мгновение он обдумывал вопрос, страх ли это. Давно позабытые эмоции вернулись спустя столько времени. Потом понял ненависть. Столь яркое и сфокусированное, что ее можно почти увидеть. Пусть приходят. Здесь будет стоять мой отец, и я буду стоять рядом с ним. Рука Дорна опустилась к лицу Армины. Глаза выглядели, как черные провалы в каменной стене. Он излучал жестокий самоконтроль, словно ледник холод. Примарх посмотрел на Сигизмунда. На мгновение капитану показалось, что он увидел в глазах отца быстро подавленную вспышку гнева. Отражение своей ярости. «Найти все части новых предателей, которые находятся в системе», — хрипло прорычал Дорн. «Используй всех и все, что тебе нужно. Захвати, или, если потребуется, уничтожь их. Действуй немедленно, сын». Сигизмунд начал преклонять колени, а Примарх уже повернулся к Остропату. Армина вздрогнула от его взгляда. «Отправь сообщение на карающий флот. Они должны незамедлительно вернуться». Фелл пошатнулся от слов, словно от урагана. «Лорд Дорн, у нас нет вестей от них», — она сглотнула. «Вполне возможно, что они прибыли на Истван до побоища. Они могут». Женщина замолчала, когда Примарх подошел ближе. «Если нужно, пусть сгори тысяча Остропатов, но найди их». Дорн говорил тихо, но слова были слышны во всем зале. «Верни моих сыновей на Терру». Система Истван. «Эта информация точна?» Вопрос Голга нарушил тишину, но напряжение сохранилось. Единственные звуки были гул доспеха и глухой рок от реактора в железной крови. Голг сдвинулся, его громадная аугметика резко зашипела. Остальные капитаны железных воинов не отрывали глаз от светящейся поверхности гололитического стола, отбрасывая на стены огромные тени. Они старшие командиры Легиона, такие же хладнокровные, как и Примарх. Форикс, его худое лицо обрамлял резиновый капюшон. Берас, тусклые глаза которого сверкали над насмешливой полуулыбкой. Харкор в терминаторском доспехе, все еще черном от копоти бойни на Истване 5. Даргрон, чье лицо было скрыто под лицевой пластиной с прорезями. Варек, лицо которого так возуродовали шрамы, что оно было похоже на пережеванное мясо. Ни один не смотрел на Голга. Они ждали ответа Пертураба. Все помнили тех, кто злоупотреблял благосклонностью повелителя железа и заплатил за свою ошибку. Голг поднял взгляд от светящихся колонок данных. Пертураба неотрывно наблюдал за ним. Капитан почувствовал опасность в этом сверкающем взгляде, разрушительную силу позади маслянисто-черных глаз. Молот размером самого Голга покоился под рукой Пертураба. Обух из черного железа слабо отражал янтарный свет, который освещал комнату. Примарх едва заметно сдвинулся к освещенному столу. «Она пришла от магистра войны», — сказал Пертураба. Его глаза обратились к другим капитанам. Никто не встретился с его взглядом. Голг просмотрел светящиеся руны данных. От их смысла у него пересохло во рту. Свыше трехсот боевых кораблей пойманы в захолустной системе, как рыба в водовороте. Флот пригвожден к месту, ожидая истребления. И в холодном свете были показаны расположения и характеристики всех его кораблей. Это было слишком идеально, слишком точно. Как мог даже магистр войны добиться подобного? Выводы пугали. Тем не менее, ситуация давала возможность возвыситься в глазах Примарха. Голг знал, что другие капитаны думают о том же. Они оценивают, какой власти смогут добиться и насколько высоким будет риск. Голг открыл рот, чтобы задать следующий вопрос. Но Форекс опередил его. «Это информация из первых рук?» Пертураба кивнул. «От разведывательных устройств в системе». Голг сумел скрыть удивление от слов Примарха. «Значит, это не случайность», — подумал он. «Эта ситуация была спланирована до того, как мы прибыли уничтожить слабые легионы на Истване. Но тогда чего еще можно ожидать от магистра войны и от повелителя железа?» Он подумал о бойне, только что устроенной ими, о вырезанных легионах. Они были слабыми, и их истребление — всего лишь очередное порученное задание. Но имперские кулаки были старыми соперниками, заносчивыми, претендентами на почести и славу, которые они купили ложью. Голг понял, что улыбается. Шанс разбить сынов Дорна был столь сладок, что он мог почти ощутить его вкус. Он задумался, это ли не цена за нашу верность Гору? Шанс разбить одного врага, купленный смертями других. «Как насчет штормов?» — спросил Харкор. Сдвинутые брови прикрывали глаза. «Если они не могут пробиться сквозь них, как мы сможем?» «Наш переход будет возможен. Магистр войны гарантирует это», — сказал Перту Раба. То, что кто-то мог дать такую гарантию, потрясло Голга. Он поднял глаза и встретился с холодным взглядом Форикса. Секунду смотрел на него, а затем снова опустил взор. «Если они допускают возможность нападения, то будут подготовлены», — сказал Форикс. «Если ими командует Сигизмунд, он не станет терпеливо сидеть в своей клетке. Он попытается прорваться через шторм. Из-за этого они станут менее подготовленными и более уязвимыми». Перту Раба медленно повернул голову и уставился на Бераса. Казалось, командир второй великой роты стал меньше, несмотря на усиленный доспех. «Командует Сигизмунд», — проручал Перту Раба, его голос наполнило отвращение. «Мой брат не стал бы доверять флот другому». Берас выпрямился. На его лице отчетливо проступило рвение. «Лорд, с равным количеством кораблей я разобью их первой же атакой. Я...» «Нет!» — слово повисло в воздухе. Перту Раба прошел вперед, пока не оказался перед гололитическим столом, глядя на светящиеся данные на его поверхности. Голк увидел холодный синий блеск в глазах примарха, подобные отражению звезд на лезвии клинка. «Нет! Их следует не просто разбить, а полностью уничтожить!» Дорн не соблаговолил прийти лично. Значит, вместо него истечет кровью его любимый щенок. «Отправляются все корабли, находящиеся в данный момент под твоим командованием!» Он поднял голову и, обведя их взглядом, сказал, «И я лично буду командовать атакой!» Императорский дворец. Терра. Сумрачные тени заполнили инвестиарий, образовали единое целое у стен амфитеатра и подтянулись к центру от стоящих кольцом статуй. По темнеющему синему небу плыли редкие перистые облака, создавая своеобразный свод на тихим уголком дворца. Прохладный воздух с ароматом вечерней росы на камнях коснулся кожи Сигизмунда, когда тот вышел из широких дверей по периметру инвестиария. На кованых железных подставках стояли люминесцентные сферы. Они уже включились, но открытое пространство все равно оставалось в полумраке, на границе между светом и тьмой. Из клятв, принесенных здесь, выковали устремившийся к звездам Великий Крестовый Поход. Столь многие из тех клятв сейчас нарушены. Астартес посмотрел на возвышающуюся фигуру, в белых мраморных чертах, которые были видны благородство и решимость. Жилиман, бесспорно с нами. Сигизмунд нахмурился. Насколько мы можем знать? Насколько сейчас вообще можно быть в чем-то уверенным? Их было двадцать. Двадцать точных копий примархов, вырезанных в белом мраморе последним из мастеров Пенделикона. Двоих уже нет, а услитовые постаменты пусты, а легионы преданы забвению. Девятерых накрыли бледной тканью, лица обмотаны, словно так можно скрыть позор предательства. Вдали он заметил золотую фигуру, которая стояла рядом с постаментом. Что-то привлекло в ней. Казалось, она была значительнее, чем высеченной при помощи долота и молотка. Капитан направился к далекому силуэту Рогала Дорна. Сигизмунд видел, что-то изменилось в примархе после сообщения о побоище на Истване 5. Словно внутри отца перегруппировались воля и мощь. Дорн проводил совещания за совещанием, наблюдал, как армии рабочих приступили к сносу и перестройке дворца, требовал новостей от остропатов и связи с планетами за пределами Солнечной системы, консультировался с Вальдором и Сигелитом за закрытыми дверями залов. Во время редких передышек Рогал прогуливался вдоль парапетов и по тихим уголкам дворца. Имперский кулак не знал, что за тяжкие думы одолевали примарха, зато был уверен, сказанное им только увеличит это бремя. Он снова задался вопросом, почему решился открыть отцу правду? Чувство вины? Да, и это тоже. Виноват в том, что обманул и воспользовался доверием. Понимание. Примарх не примет правды. Прости, отец, но ты должен знать. Я не могу скрывать это от тебя. Ты должен понять. Астартес подумал про один из основных законов стратегии, который теперь обрел новый смысл. Первый принцип защиты — понять, от чего защищаешься. Дорн рассматривал одну из укрытых статуй, когда подошел Сигизмунд. Да, сын, не оборачиваясь, спросил примарх. Капитан взглянул на мрамор под тканью. Под колеблющейся от ветра накидкой, все еще можно было различить знакомые очертания. Хищная поза, выступающая рука с когтями, словно собравшаяся разорвать материю. Керс. Брат, попытавшийся убить Дорна. Было ли это предвестником случившегося? Должны ли мы были еще тогда увидеть мрачное будущее? Их нужно снести. Это предатели. Они не должны стоять рядом с верными, принесенным клятвам. Примарх тихо рассмеялся и повернулся, чтобы взглянуть на Сигизмунда. Ты лично собрался это сделать? Прикажи, повелитель, и я снесу их собственноручно. Дорн улыбнулся и покачал головой. Нет, до этого еще не дошло. Разве? Спросил капитан. Лицо застыло, глаза не мигали. Рогал не ответил, а повернулся и вновь посмотрел на укрытую статую Керза за спиной сына. Нет, прорещал примарх. Империум выстоит и переживет это предательство. Астартес подумал, что Дорн выглядит так, словно разговаривает не только с ним, но и со статуей Керза. Все еще есть честь, все еще есть преданность. Рогал опустил взгляд и нахмурился. Я не знаю, как будет складываться война, сын. Я не знаю, чего потребуется от нас, но знаю, что она в конечном счете закончится, и мы должны находиться в полной боеготовности ради этого дня. Имперский кулак также нахмурился. Гор владеет инициативой, а мы погрязли в смятении. Он может уничтожить нас по частям. Выжидать, пока мы ослабнем настолько, что не сможем противостоять ему. Примарх недовольно взглянул на сына, но тот понимал, что и отец не исключает такую возможность. Будь на его месте Керз или Альфарий, тогда да, возможно. Но не они главные. Дорн посмотрел на появившуюся в небе луну. Красная, подкрашенная дымом и пылью, из погружающегося в ночь дворца. Он придет сюда, тихо проговорил Примарх. Он не останется среди звезд, обескравливая нас до предела. Нет, он все еще гор. Копье устремится в горло. Один смертельный удар. Он придет сюда, чтобы прикончить нас. Однажды ночью мы взглянем вверх и увидим, как запылают небеса. Он уже видит. Пускай только часть. Он поймет, что я прав, что мой выбор верен. Отец. Дорн посмотрел на сына. Сигизмунд почувствовал, как глаза Примарха изучают его лицо, оценивают и вершат суд. Что-то беспокоит тебя? Я хотел поговорить с вами. Почему попросил о возвращении на Теру и не принял командование над карающим флотом? Мы уже обсудили это, и я не видел причин сомневаться в твоем выборе тогда, не вижу их и сейчас. Астартес сглотнул. В горле внезапно пересохло. У меня была другая причина. Слова повисли в воздухе. Нужно сейчас. Пути назад нет. Говори, тихо сказал Примарх. Взгляд сосредоточился на Сигизмунде, словно отец обратил на него все внимание. Насыщенный пылью ветер развивал края белой мантии, поднимая их посреди згустившейся тьмы. Капитан посмотрел в сторону и задумался, с чего начать. Все началось на фаланге, произнес он мгновение спустя. Флот разделился. Одни собирались вернуться на Теру, другие нанести удар по Иствану. Сигизмунд вернулся в тот краткий миг, вспомнил напряжение, охватившее каждый корабль имперских кулаков после откровения гора. Некоторые считали, что оно не может быть правдой. Те, кто видел доказательства, не могли успокоить себя такими мыслями. Осознавая истину, Легион готовился к войне. Я шел по нижним жилым палубам. Не совсем уверен зачем, сомневаясь, что была иная причина, кроме, возможно, поиска умиротворения. Ты растерялся? Бестрастный голос Дорна был столь же лишен эмоций, как и лицо, а Стартес покачал головой. Я знаю, что вам требуется от меня. Он поглядел вдаль, где в углах амфитеатра собирались ночные тени. Возможно, я искал цель. Цель? Ты знал, что от тебя требуется, но все равно искал цель. Сигизмунд кивнул и осторожно выдохнул. У меня были приказы, но я что-то упустил. Имперский кулак моргнул и замолчал. Он помнил те дни на фаланге яснее, чем когда пережил их. Он словно стал чем-то меньшим, как будто слова Гарра лишили его жизненных сил. Столь долго я шел в крестовом походе, не зная сомнений. Каждая кампания, каждое сражение, каждый удар были чисты. В этом источник моей силы. Он всегда был в этом. Дор напустил голову, глаза потемнели. Мне не ясны твои мысли, капитан. Возможно, повелитель, кивнул Сигизмунд. Ты из-за этого отказался от командования, потому что исчезла чистота целей. В голосе примарха почувствовался гнев, контролируемый и сдерживаемый. Но он был. Нет, повелитель. Я выполнил бы вашу волю без сомнений. Но ты не выполнил. А Стартес ощутил лед в словах отца, перерастающий в осуждение. Я должен сказать все. Имперский кулак не стал встречаться взглядом с примархом и продолжил. Я оказался на палубе, где разместили гражданских, которые прибыли с Гарра. Там никого не было, и я решил, что один. Тишина вспомнил капитан. Целый флот торопливо и напряженно готовился к бою, а палубы, по которым он следовал, безмолвствовали. Потом она показалась ему странной, словно он шел по коридору тишины, посреди бурной деятельности. Только когда она заговорила со мной, я понял, что не один. Первый капитан, сказала она. Я обнажил меч и обернулся. Сигизмунд нахмурился, когда его рука коснулась рукояти, вложенного в ножное оружие. Она стояла сзади, всего в пяти шагах. Я даже не услышал, как она подошла. Кто? Спросил Дорн. А Стартес поднял голову, не встречаясь с отцом взглядом. Летописец. Вспыхнувшие воспоминания оказались ярче, чем реальность. Девушка в тусклой мантии. Киллер, продолжал Сигизмунд. Она разговаривала с вами, прежде чем мы. Я помню ее, резко ответил примар. Рядом с эуфратией Киллер расцвело идолопоклонничество. Капитан знал, что вокруг девушки сформировалась своеобразная секта. Опасное нарушение имперских истин. Кто-то называл ее ведьмой, кто-то святой. Она обладала непоколебимой уверенностью и самообладанием, но эти качества были у многих лжепророков. Сигизмунд знал об этом, но истины блекли, когда он вспомнил Киллер в облицованном камнем коридоре. Она просто стояла там и смотрела на меня, словно поджидала, точнее знала, что я приду. Она улыбалась, он помнил это. Понимающая улыбка на хрупком личике, слишком молодом для излучаемого спокойствия. Девушка кивнула, как будто отвечая на незаданный вопрос. Вы хотите что-то спросить? Что она сказала? Спросил Дорн. И воспоминания уступили место реальности, инвестиария и голосу отца. Достаточно, чтобы я пришел к вам, повелитель, и попросил о возвращении на Терру. И чего же оказалось достаточно для такой просьбы? Вопрос эхом отозвался в ушах капитана. Пауза затянулась, наполняя Сигизмунда яркими впечатлениями. Прекрасным качеством ауслитого постамента в десяти шагах за спиной отца, шелестом колеблющейся от легкого бриза ткани на статуе. Он чувствовал десятки ароматов ветра, остатки дыма и пыли, приближающийся дождь. Астартес внезапно понял, что это запахи из полузабытой жизни, краткого детства в кочующих лагерях на ионическом плато, запах утраченного дома. Он и не думал о нем, позабытом за суетой десятилетий, и удивился, почему вспомнил именно сейчас. Первый капитан посмотрел прямо в глаза Рогалу Дорну. Она не просто сказала мне, она сделала так, что я увидел. Сигизмунд замолчал, вспоминая лицо и уфракии. Вы должны решить, печально произнесла девушка. Война придет на Терру. Пожалуй, к этому выводу ты мог прийти и без видения, произнес примарх, указывая рукой на воина. Жест выглядел угрожающим, словно направленное в грудь оружие. Не ты ли сказал, что Гор попытается победить нас, не атакуя Терру? Теперь ты говоришь то, что я понял и без твоей помощи, и еще выдаешь это за откровение. Я надеялся, что вы не согласились бы со мной, повелитель, что есть другой вариант развития событий. Имперский кулак печально покачал головой. Его нет. Я не могу сомневаться в вашем суждении, что Гор принесет войну на Терру. Но это не доказывает ошибочность моего выбора, а наоборот. Примарх отвел взгляд. Лицо вскрыло наступающую ночь. Не факт, что предатели придут сюда, но вероятность велика, продолжал Сигизмунд и вспомнил. Вы должны выбрать, сказала она. Астартес собрался приказать ей вернуться в каюту и заодно держать лживый язык за зубами. Вы должны выбрать свое будущее и будущее вашего легиона, Сигизмунд, первый капитан имперских кулаков. Отсказанного он застыл на месте. Страх наполнил его, давно позабытый, чуждый и болезненно сильный. Вы должны выбрать свое место. Выполнить приказ или стоять рядом с отцом до конца. — Конца чего? — выдавил капитан. — Конца всего сущего. Сигизмунд продолжал смотреть на отца, когда говорил, пытаясь понять, какое впечатление производит его речь. Когда она говорила, казалось, что я видел сказанное. Слова принимали в разуме вид размытых видений. Подобно обрывкам сновидений или ярким кошмарам, я видел. Все было реальным. От несметного количества кораблей небо словно покрылось металлом. Огонь изливался подобно тропическому ливню. Груды бронированных тел были высотой из титанов, которые шествовали среди них. Сотни тысяч, миллионы, неисчислимые орды врагов прорывались за разрушенные стены. Крылья ангела покраснели от бликов пожаров во дворце. Они придут сюда, их будет так много, что они затмят солнце, и не будет видно землю. А нас будет мало, отец. Мало или много, пусть приходят, прорычал Дорн. Нас будет мало, а их... их будет слишком много, чтобы мы смогли победить. В этот момент мы узнаем свою гибель. Имперские кулаки падали с почерневших стен, словно лился поток изломанных и окровавленных тел. Столбы дыма достигали судов в небесах, а враги все пребывали. Корабли расстреливали своих сбитых собратьев, чтобы освободить место для высадки новых войск. «Вы должны понять послание», — продолжала его фратия. Пока она говорила, Сигизмунд увидел истину. «Вселенная — это бесконечная война. Империум обернулся против себя. И стало лишь вопросом времени, когда все сведется к единственной битве на лезвии меча». «Так и будет, отец», — тихо произнес первый капитан. «Наступит последний час Империума. Я увидел его, поверил и понял, что должен сделать выбор». Новая картина пристала перед мысленным взором. Его собственный труп дрейфует в пустоте, безжизненный и обледеневший на окраине звездной системы. Ее название позабудут в будущем, которого он не увидит. «Я выбрал вернуться сюда с вами». Несколько дней ушло, чтобы разобраться в себе, просеять через интуицию, взвесить аргументы. Он пытался забыть сказанное о летописцам и вызванные ее словами видения, но вероятность, что все сбудется, прочно сидела в разуме. Какой еще исход мог быть в галактике, где гор восстал против Империума? «Что за иной путь?» — спрашивает он. Девушка покачала головой. «Смерть, Сигизмунд! Смерть и гибель вдали под светом неизвестной звезды, одинокой и позабытой. Она ушла, оставив его в тихом коридоре. Именно поэтому я вернулся на Терру. Я сказал, что нужен вам здесь, и это правда». Дорн по-прежнему не смотрел на первого капитана. «Пусть приходят. Я буду стоять рядом с вами, отец». Примарх молчал. Его лицо казалось неподвижным отражением каменной статуи, что образовывали инвестиарий. Он пристально рассматривал сына. Глаза, казалось, пронзали наступающие сумерки. Сигизмунд не мог отвести взгляд. «Я выбрал, я выбрал быть здесь». Дорн выдохнул вечерний воздух. Согнул левую руку и наблюдал, как двигаются пальцы в бронированной перчатке. Посмотрел на сына. Астартес увидел в глазах отца холодный и ледяной блеск. Возникло желание пасть на колени, попробовать новыми словами смягчить сказанное ранее. Примарх открыл рот и медленно заговорил. Голос был подобен шепоту надвигающейся бури. «Ты предал меня», — произнес Рогал Дорн. Первый капитан вздрогнул. Ощущение было такое, словно исчезли все рефлексы и контроль. Если Примарх и заметил эффект отсказанного, то все равно не остановился. «Нас создали, чтобы служить. Такова наша цель». Слова эхом отразились от доклонных каменных рядов амфитеатра. Отец дрожал, как будто сдерживал внутри огромные силы. Это было самое ужасное стрелище в жизни Сигизмунда. Каждый Примарх, каждый сын Примарха существует, чтобы служить Империуму. И не для чего больше. Дорн сделал несколько шагов и, казалось, стал больше, чем статуи его братьев. Наш выбор — не наш выбор. Наша судьба — не наша судьба. Не мы определяем ее. Твоя воля — моя, а через меня — Императора. Я верил тебе, а ты растратил доверие на гордость и суеверие». Имперский кулак обрел дар речи. «Я стою рядом с вами». Слова звучали грубо и незнакомо, как будто говорил кто-то другой. «И буду сражаться с врагами Империума, пока не погибну. Ты поверил лжи шарлатанки и демагога, претендующий на власть, от которой мы стремимся освободить человечество. Я отдал тебе приказ, а ты пренебрег им. Твой долг — быть не тут, а среди звезд. Даже если судьба войны решится здесь, поверитель, Сигизмунд не мог поверить, что возражает. Слова сами собой вырвались. Я видел, я знаю, что так и будет». «Такая уверенность, столь мало сомнений», — тихо ответил примарх. Астартес почувствовал опасность в подобной мягкости. «Ты убиваешь будущее, обрекаешь своим пессимизмом и высокомерием. Я стремлюсь только служить в отчаянии», — произнес первый капитан. «Ты считаешь, что тебя коснулась рука судьбы. Ты считаешь, что видишь яснее, чем я, чем Император». Имперский кулак услышал осуждение в этих словах и подумал о горе, непостижимых причинах его нападения на Империум и об остальных статуях с закрытыми лицами. Дорн кивнул, словно увидел, какая мысль сформулировалась в разуме сына. «Это качество предателя». «Я не предатель», — возразил Сигизмунд, но сам услышал, насколько его слова звучат неуверенно, словно доносятся издалека. «Он не смотрел на отца, не мог смотреть». «Нет, я сказал, что твой долг подчиняться, а не обманывать. Я говорю, что будущее, которое ты считаешь неизбежным, — ложь. Я уже ответил тебе, но ты не понял». «Высокомерие», — примарх словно выплюнул последнее слово и посмотрел на статуя гора. «Наша цель ясна. Мы не люди, у которых есть такая роскошь, как выбор. Мы воины Империума. Мы живем, чтобы служить, а не вершить собственные судьбы. Не принимая эту истину, мы очерняем свет, ради распространения которого нас сотворили. Дело не только в том, на чьей стороне ты сражаешься, но и почему. Гор! Он говорит о нем, но этими же словами выносит приговоры мне». Внезапно он осознал, что понял структуру мысли отца. Выверенные выводы и непоколебимая, как гора вера. Нерушимая логика. «Пути назад нет, но он не может не осудить меня. Что я наделал? Я служу Империуму», — голос капитана дрогнул. «Ты служишь собственной гордыне», — выплюнул Дорн. Астартес чуть было не потерял самообладание. Он ощущал опустошенность. Не осталось ни уверенности, ни пламени, сделавшими его тем, кем он был. Киллер ошиблась. Именно этот выбор ведет к смерти и забвению. Остался только один выход. «Повелитель!» — Сигизмуд начал опускаться на колени. «Стоять!» — взревел Дорн. «Ты не имеешь никакого права преклонять передо мной колени!» Астартес обнажил меч. Угольно-черный клинок блеснул в затухающем свете. «Моя жизнь принадлежит вам, повелитель!» Имперский кулак протянул оружие рукояти вперед и склонил голову, поставляя шею над воротом доспеха. «Возьмите ее!» Примарх протянул руку и взял меч. В глазах вспыхнули жестокости и угрозы. Лик самой смерти. Рогал крутанул клинком столь быстро, что Сигизмунд увидел только размытое очертание. Мгновенно вспомнились принесенные сухим ветром запахи потерянного дома. Отец нанес удар. Кончик меча вонзился в гладкий мрамор, и клинок погрузился в камень на целый фут. Дорн опустил рукоять оружия, и лезвие дрожало перед Сигизмундом. «Нет!» — тихо прорычал Примарх. «Нет!» «Империум выстоит!» «Но ты...» «Ты сделал свой выбор!» «Не все так просто!» «Никто и никогда не узнает о твоем поступке!» «Я не позволю твоему страху и гордыне сеять сомнения в наших рядах!» «Ты будешь нести свой позор в одиночестве!» Астартес чувствовал себя так, словно весь огромный круглый инвестиарий сжался вокруг него. Тело перестало слушаться, кожа зудела от прикосновений брони. «Ты продолжишь служить в том же звании и в той же должности, и никогда ни с кем не заговоришь о произошедшем. Ни Легион, ни Империум никогда не узнают о моем приговоре. Твоим долгом станет не допустить своей слабости передаться воинам, у которых больше сил и чести, чем у тебя!» Сигизмунд почувствовал, как сердце забилось быстрее, во рту пересохло. «Как пожелаешь, отец!» «Я тебе не отец!» — взревел Дорн. Внезапно прорвавшийся гнев заполнил все вокруг, эхом отразился от стен амфитеатра. Первый капитан рухнул на пол. Он ничего не чувствовал, в голове шумело, он понял, что кричит. Позабытый вопль потери и боли, молчавший в уже давно нечеловеческой душе. Примарх взирал на него сверху, выражение лица скрывало наступающая ночь. «Ты мне не сын!» — спокойно продолжил он. «И что бы ты ни совершил в будущем, тебе им не бывать!» Дорн развернулся и зашагал прочь. Сигизмунд наблюдал за отцом, пока его силуэт не скрылся во мраке. Встав на одно колено, капитан обхватил рукоять оружия обеими руками, медленно дыша, положил голову на перчатки. Тьма инвестиария окружала имперского кулака. Пульс замедлился. Астартес думал обо всех битвах, в которых сражался, обо всех врагах, которых сразил мечом, прежде чем встать на колени. Не ослабевающая свирепость и абсолютная уверенность направляли каждый удар. Все ушло, все перечеркнуто его выбором на фаланге. «Вы хотите что-то спросить?» Она по-прежнему тихо стояла на том же месте. «Нет». Девушка улыбнулась. Первый капитан собрался приказать ей вернуться в каюту, но эта мысль словно исчезла из разума. Ее заменили вопросы. «Чем все закончится?» Он не понял, почему спросил именно это и именно сейчас. Но, как он уже говорил, он понял, зачем бродил по палубам фаланги, в то время, как отец размышлял и гневался. Тем, чем и должно. Меч неудобно лежал в руках, словно оружие, которым он владел множество десятилетий и стал чужим. «Ты мне не сын». «Вы будете нужны в самом конце», — продолжала летописец. «Ваш отец будет нуждаться в вас». Он поднял голову. Звезды в небе выглядели, как кусочки хрусталя на черном фоне. Вы должны выдержать грядущее. Я еще жив, и я еще служу. Имперский кулак встал, вытаскивая меч из каменного пола. Острое лезвие блестело, подобно обсидиану. «Я не проиграю». Тихой, тиранской ночью слова прозвучали, как клятва. Сидизмон слышал, как хлопали на ветру укрывшие предателей саваны. День битвы в системе ФОЛ Система ФОЛ Я был с Каллио Лезиком, когда все началось. Старый остропад находился при смерти, с того момента, как психическая атака обрушилась на систему ФОЛ. Почти теряя сознание, он едва пробормотал несколько слов приветствия. С каждым моим визитом он становился слабее, на шаг ближе к смерти и дальше от жизни. Лезик много спал, и околиты вытирались слизь с губ, пока он бился в объятиях сна. Я не знал, зачем пришел, возможно, из-за чувства вины, или же потому, что он был единственным на трибуне, кто не искал во мне силы. В этот день Лезик не проснулся, а когда я собрался уйти, он схватил меня за руку. Я посмотрел на него. Рот двигался, потрескавшиеся губы пытались вымолвить слова. Я наклонился, приблизив ухо к рту старого астропата. Губы шевелились, но я ничего не слышал. Наклонился ближе. Лезик сделал вдох, отчего затряслось все тело, и прошептал слова, которые услышал только я. Они идут. Он замолчал и рухнул на ложе. Я выпрямился и понял, что это значило. Волны, перед носами идущих в варпе кораблей, давили на разум псайкеров. Они чувствовали приближение большого корабля или целого флота, как грома от воды, искрящиеся до того, как грянет гроза. Холод сковал тело. Я плохо соображал, когда повернулся к двери. Сделал всего шаг, а затем начали выть сирены. Отличный корабль, подумал Пертинакс. Прошло всего 30 лет, как блестящий корпус молота Терры сошел с верфи Марса. Некоторые в Легионе говорили, что у марсианских кораблей более агрессивный темперамент, чем у инвицких. Словно их характер отражал нетерпеливую эпоху, в которой они родились. Пертинакс никогда не думал о своем корабле подобным образом. Для него он был тем, чем был, и капитан досконально знал свой корабль. Внизу на мостике работали точно и слаженно. Сервиторы обращались к агитаторам щелкающим шепотом. Смертные офицеры обменивались приказами, инфопланшетами и катушками пергамента. Техножрецы молча склонились в бронзовых нишах, пока машинное сердцебиение корабля не требовало их внимания. Мостик был разумом боевой боржи. Восьмикилометрового корабля с экипажем из тысяч рабов и сервиторов, чье оружие могло обращать цивилизации в пыль. Корабль нес 300 имперских кулаков, мощь которых была почти равна его орудиям. Он назывался Молоттерры, и как и у всех собратьев, у него была одна цель – господствовать в космической войне. Боевой корабль был создан из плоти и дисциплины в той же мере, что и из металла. Верность этой оценки нравилась Пертинаксу. Он знал, что магистр флота Полукс разделял ее. Хотя некоторых старших капитанов и командиров боевых групп раздражали приказы Полукса, Пертинакс не мог придраться к магистру. Флот был уязвим, а нападение вероятным. В такой ситуации нужен был тот, кто организует прочную оборону и сохранит боевую мощь. Боевой порядок Полукса полностью отвечал всем этим требованиям. Пертинакс даже поддержал молодого адмирала одобрительным кивком, когда увидел планы развертывания. Карающий флот образовал сферу, похожую на океанский мир Фолл-2. Каждая боевая группа двигалась точно рассчитанным замкнутым курсом. Вместе корабли напоминали клетку, сплетенную из хвостов комет. Молот Терры и его группа из 12 меньших кораблей находилась снаружи сферического строя, возле границы системы. Недалеко от молота Терры изогнулась черная пелена звездного пространства. Набухающее искажение окрасилось сиреневым и зеленым светом, и по космосу протянулись трещины. На мостике молота Терры офицеры объявили тревогу. Секунду спустя сирены зазвучали из многих мест. Пертинакс просмотрел поток информации, прокручивающийся перед аугментированными глазами, и обдумывал возможности. Что-то прорывалось из варпа в реальность. Это мог быть враг, друг или кто-то неизвестный. Пока они не узнают, кто это. Всех ждет один и тот же прием. Капитан кивнул и отдал ожидаемый экипажем приказ. Боевая готовность. Молот Терры задрожал, реагируя на слова. Почувствовал, что корабль полностью пробудился. Пертинакс почти видел, как глубоко в корпусе боевой боржи плазма наполняет обменники. Зеленое свечение голоэкранов и красное сигнальных ламп наполнили мостик, а метровые толщины заслонки опустились поверх иллюминаторов. Пертинакс знал, что корабль будет в полной боевой готовности менее чем через 10 секунд. От дюжины ударных крейсеров, эсминцев и фрегатов боевой группы уже поступали доклады о боеготовности. Он посмотрел на пик изображения границы системы и тут же увидел, как между звезд появилась трещина. В космосе разверзлась дыра. По краям плясали молнии, а в центре вращалась тошнотворная цветная воронка. Парареха расширилась, словно пасть, собравшаяся извергнуть рвоту. Из нее появилось огромное железное острие, таща за собой большой зазубренный корпус и еще больше расширяя брешь. Это оказалась громадная боевая боржа с тусклой броней. Вдоль бортов и верхней части корпуса располагались батареи. Пертинакс узнал появившийся корабль. Он назывался Контрадор и принадлежал легиону железных воинов. На мгновение мысли перемешались. Ясность ума пропала от вида старого соперника и союзника. Контрадор открыл огонь. По носу молота терры прокатились взрывы. Пустотные щиты корабля выдержали. Энергия извивалась по их поверхности маслянистыми разводами. На мостике голос Пертинакса дрожал от гнева, когда он отдавал приказ открыть ответный огонь. Молот терры начал стрелять в ответ. Космос вокруг Контрадора бурлил, как кипящая смола, когда корабль за кораблем одновременно врывались в реальность. Первая сотня кораблей железных воинов разом открыла огонь. И молот терры превратился на краткий миг в растекающееся солнце. Когда я добрался до мостика, молот терры уже превратился в расширяющуюся сферу газа и раскаленных обломков. Пикт-экраны показывали смерть корабля, безмолвно пылающего над сотнями сервиторов и членов экипажа, заполнившими громадное пространство. От этого зрелища я на секунду застыл, уставившись на экраны. Я подумал о Пертинаксе, капитане молота терры, воине, который уже прошел сотню кампаний к тому моменту, когда я стал частью легиона. Вспомнил зеленые аугметические глаза, которые неотрывно смотрели на меня, и неистребимый мягкий акцент Европы. Я встряхнул головой, и шум мостика вернулся. Офицеры кричали друг на друга. Сервиторы и машины выдавали распечатки данных. Раун стоял рядом, уже отдавая приказы рабам. Я должен восстановить контроль над битвой, прежде чем он окончательно будет утрачен. Но был один недостающий фактор, который необходимо узнать. «Кто противник?» — спросил я. Раун слегка повернулся ко мне, и пока он отвечал, красные линзы шлема на мгновение встретились с моими глазами. «Железные воины!» — ответил сержант. И я отвернулся, чтобы отдать серию быстрых приказов офицерам мостика. Секунду я стоял неподвижно, как человек, получивший пулю, но не упавший. Затем кивнул и быстро надел шлем. Над головой вращалась гололитическая проекция, показывая растущими колоннами пылающих рун боевую группу и дислокацию противника, показания ауспиков и тактическую информацию. Данные с дисплея шлема наложились на проекцию, внутрикорабельная связь, коммуникации с командирами боевых групп, подробности о подразделениях легиона на каждом корабле. Космодесантник, не обученный обрабатывать такие объемы информации, был бы потрясен. Обычного человека она бы раздавила. Я глубоко вздохнул, чувствуя, как в теле и разуме нарастает концентрированное спокойствие. Психологическая подготовка подавила все остальные инстинкты. Я был эпицентром урагана, ясная точка воли и силы. «Выведи нас над плоскостью атаки», — приказал я Ларну. Я ощутил, как корабль задрожал. На секунду голографическая проекция размылась и замерцала. Я снова посмотрел на предварительные данные битвы, которые парили передо мной. С момента гибели молота Терры прошло 4 минуты. Мы потеряли 10 кораблей, 30 вышли из строя, 46 получили тяжелые повреждения. Артиллерийская мощь упала до 62% по флоту. Мы были близки к катастрофе. Трибун был под обстрелом. Я мог понять это по степени активности на мостике, словно двигалось собственное тело. На носовых батареях отключили щиты. Энергию перенаправили, чтобы снова поднять их. Из плазменных реакторов выжимали все, чтобы поддерживать мощность. Вражеские бомбардировщики на подлете. Батареи ведут огонь. Верхние линейные акселераторы выходят на оптимальный угол обстрела. Поворот на 30%. Корректировка курса. Я медленно выдохнул и отбросил данные о состоянии трибуна. Я магистр флота. Трибуном управляет Раун. И корабль был только одним элементом битвы. Я сосредоточился на информации перед собой. Гололитическая проекция демонстрировала переплетение траекторий и янтарных отметок боев. Ситуация была ясной и леденящей душу. Вражеский флот проник на треть внутрь наших позиций. Их строй походил на зазубренный конус. Крупнейшие корабли находились в глубине под прикрытием эсминцев и ударных крейсеров. Он пронзил наш флот и продвигался к центру сферического построения. Флот неприятеля напоминал зубастого червя, поедающего сердцевину спелого фрукта. Он действовал с безжалостной методичностью и угрожающей эффективностью. Так типично для железных воинов. Железные воины. Наши враги – железные воины. Мысль была подобна осколку льда, вонзившемуся в живот, словно этот факт только что запечатлелся в голове. Они зашифровали свои переговоры, но я узнал корабли. Мы сражались бок о бок с ними. Вместе с воинами их экипажей я проливал кровь и называл их братьями. Если железные воины были с гором, тогда сколько еще поступили так же? Могли другие повернуть против Империума. Возможно, Тера уже пала, а Империум прекратил существование. Наш флот мог быть последним осколком выжившей верности. От этих вероятностей у меня закружилась голова, словно разум кричал о мертвом Империуме, исчезнувшем в бездне. На мгновение я почувствовал старую трещину в своей силе, слабость, которая почти заставила меня свернуться в клубок и принять смерть на льду Инвита. Я не могу сейчас потерпеть неудачу, этому не бывать. Мой взгляд пробежался по проецируемой сфере битвы. Зеленый и синий были окрашены красным, подобно вытекающей крови. Разработанные за долгие месяцы планы на непредвиденные случаи всплыли в голове, синхронизируясь с вероятностями настоящего. Я видел способ, который позволит не только прийти в себя, но и дать отпор. Если мы истекаем кровью, значит и они будут. 36 рот имперских кулаков погибли в эти первые минуты, не увидев врага и не сделав ни единого выстрела. Они погибли, направляясь к штурмовым катерам, запертые в кабинах грозовых птиц и на командных палубах кораблей. Они погибли, не зная, кто их убил. За считанные секунды после гибели молота Терры за ним последовали 12 его братьев, уничтоженные снарядами новоорудий и торпедными залпами. Гранд Крейсер Сулла сделал единственный залп, прежде чем макроснаряды уничтожили щиты, а корпус превратился в расплавленный шлак. Ближайшие шесть эсминцев погибли от взрывов плазменных реакторов. Крестоносец и легат протянули чуть дольше. Вместе со своими кораблями эскорта они получили попадание трех вортексных боеголовок и исчезли в изголодавшейся тьме. 24 Гранд Крейсера и боевых боржи образовали наконечник флота Железных Воинов. Всомкнувшись вокруг контрадора, они двигались как единое целое. Корабли прошли сквозь обломки жертв, огонь и расплавленный металл растекались по носам. Турболазеры, макроорудия и плазменные аннигиляторы вычищали космос. Бомбардировщики и штурмовики кишели позади боевых кораблей, уничтожая вышедших из строя врагов тысячами небольших взрывов. Издалека первая минута битвы выглядела как россыпь ярких вспышек на фоне мрака. Вблизи, возле крупных очертаний планет системы, сражение представляло собой сотни мерцающих осколков, двигающихся строем или группами, как рои светляков. Найти различия между Железными Воинами и Имперскими Кулаками было все еще невозможно. Но после нескольких минут наблюдения начали различаться боевые порядки. Первый строй представлял полую сферу, сплетенную из движущихся по извилистым траекториям золотых кораблей. Второй клин, который становился длиннее и шире по мере того, как все больше кораблей выходили из варпа. Там, где два строя сталкивались, вспыхивали взрывы, более яркие, чем далекие звезды. Флот Имперских Кулаков рассыпался под атакой. Окутанные огнем, боевые баржи отходили, пытаясь выйти из-под огня Железных Воинов. Тяжелые крейсеры под обстрелом постоянно меняли курс, в то время как быстрые ударные крейсеры пытались прикрыть отходившие тяжелые корабли. В то время как Золотой Флот распался на части, Железные Воины не ослабляли натиск. Меньшие корабли наносили повреждения целям, а затем более крупные добивали их методично и беспощадно, подобно вассадному буру, прогрызающему камень. Прямо на пути Железных Воинов развернулся одинокий линкор, чтобы встретить врага. Забытые Творцы построили клятву камня под светом далекого от Терры Солнца. Корабль был стар еще до того, как стал служить Империуму, и с тех пор заслужил шрамы и почести. Орудия полыхнули, наполнив огнем сокращающееся пространство между ним и врагом. Целью был Гранд Крейсер, носящий имя Сфена. Корабль Железных Воинов содрогнулся, пустотные щиты прогнулись, когда он проходил сквозь ураган огня. Из клятвы камня ударили лучи лэнс-излучателей, и вдруг Сфена вспыхнул. Пылающая полоса протянулась от лопатообразного носа до рулей. Клятва камня ринулась вперед, чтобы прикончить врага. Но Сфена был всего одним кораблем, приближающимся к железному кулаке. Три тяжелых крейсера открыли огонь. Энергия затрещала по пустотным щитам клятвы камня, и они лопнули, как масляные пузыри. Снаряды и ракеты обрушились на старый корабль. Броня треснула и раскалилась. Зубчатые орудийные башни были снесены. За ними посыпались металлические каменные обломки. От корпуса оторвались стометровые бронеплиты. Глубоко внутри корабля огонь распространялся по отсекам, удушая тех, кого не смог сжечь. Волоча за собой обломки, клятва камня продолжала приближаться и стрелять по Сфена. На мгновение показалось, что она выстоит против мощи целого флота и выживет. Затем поток турболазерного огня разрезал двигатели пополам. Двигатели малой тяги выпали из пробоины, в которой загремели взрывы. На мостике корабля стоял смертный офицер. Лицо и грудь покрывала кровь. Он посмотрел на закованное в броню тело капитана корабля. Имперский кулак погиб, сжимая подлокотники командного трона. Человек кивнул, словно кому-то, кого здесь не было, и отдал единственный приказ выжившим членам экипажа. Несомая сила инерции и мощью затухающих двигателей, клятва камня врезалась в Сфена. Она ударила Гранд Крейсер снизу. Нос вышел из верхней части железного корабля. Сфена содрогнулся, словно пронзенная острогой рыба. Из корпуса хлынули газ и жидкость. На мгновение два корабля вращались, сцепившись в смертельных объятиях. Затем нос клятвы камня вышел из корпуса Сфена, таща за собой внутренности Гранд Крейсера. Умирающий Сфена дрейфовал, переворачиваясь, как сломанное копье, брошенное в ночное небо. Остальные корабли железных воинов даже не замедлились. Когда Берос подошел, его повелитель пристально смотрел на огни битвы. На железной крови не было иллюминаторов. В них не было необходимости. Или нечто подобное Берос услышал от Перту Раба. Зачем тебе смотреть в космос? Война в космосе — это вопрос вычислений, сенсоров и огневой мощи. Или же рубка с врагом в столь маленьком пространстве, что можно почувствовать запах его крови. Обзорные окна были слабостью, потворствующей тщеславию. Вопреки этому утверждению, Берос обнаружил своего господина на палубе пускового отсека, чьи противовзрывные двери были открыты вакууму. Тонкий слой иния покрывал палубу и стены, и полз под оспеху Перту Раба. Берос преклонил колени, тяжело дыша внутри шлема. Он понимал, что должность адъютанта-примарха в этой битве одинаково опасна и почетна. Капитан никогда не помышлял понять повелителя железа, но недоумевал. Зачем господину видеть воочию, как его флот устраивает головомойку сынам Дорна? Это был триумф. Но Берос знал, что повелитель наиболее опасен именно в этот момент. Он чувствовал это, как прикосновение лезвия к коже. Флот полностью развернут. Вокс помехи исказили голос Перту Раба. Форекс передает, что полное развертывание будет завершено через 27 минут. Примарх повернулся и посмотрел на Бероса. Над плугообразным забралом пылали зеленые линзы. Берос сглотнул, хотя и знал, что оценка точно согласовывалась с предыдущими расчетами Форекса. Вокруг железной крови в плотном строю следовали сотни боевых кораблей. За ними новые сотни выходили из Варпа, чтобы присоединиться к флоту Железных Воинов. Несколько месяцев назад разведывательные устройства зафиксировали подробные данные о флоте Имперских Кулаков. Каждый прибор сделал один снимок и перенес ее в разум синхронизированного с ним Астропата. Предсмертные крики псайкеров пробивались сквозь штормы, неся образы вражеского флота. Железные Воины использовали данные для разработки плана, и он предполагал полное уничтожение. Берос знал, что битва протекала по плану, но под взглядом своего повелителя размышлял, было ли этого достаточно. Пертураба отвернулся от картины битвы. По его жесту противовзрывные двери начали закрываться, оставляя за собой охваченную огнем пустоту. «Передай Голгу, чтобы авангард усилил натиск. Остальной флот прикончит то, что останется». Берос отвел взгляд и наклонился еще ниже, пока Пертураба говорил. «Да, господин. Прослушайте сигнал имперских кулаков. Найдите, где прячется Сигизмунд». Когда противовзрывные двери закрылись, и атмосфера с шипением наполнила отсек, Пертураба снял шлем. Берос поднял взор и пожалел об этом. «Да, господин», — сказал Берос, снова упершись взглядом в сверкающую инеем палубу. «Его следует найти, а не убить», — проскрежетал Пертураба. «Этим займусь я». Истребление продолжалось в убийственном темпе. Железные воины в голове флота начали разделяться на группы, преследуя меньшие корабли имперских кулаков. Позади них только прибывшие продвигались сомкнутым строем. Это были сверхкорабли с высоченными бортами, заполненные батальонами железных воинов и тысячами солдат-рабов. Рядом с ними притаились адские заряды, старые, внутрисистемные корабли, орбитальные буксиры, пересекшие варп на буксире у макрокораблей. Каждый ветхий корабль был заполнен нестабильным плазменным топливом и боеприпасами. Экипажи из лоботомированных, слепо подчиняющихся рабов, вели адские заряды под дул орудий кораблей имперских кулаков. Многие взорвались до того, как добрались до своей добычи. Но большинство выполнили задачу. Серия взрывов образовала раскаленную мглу, которая повисла в космосе, как спекшаяся в воде лава. Корабли имперских кулаков, которые вышли из этого пекла, были наполовину уничтожены. Броня сорвана с надстроек, оружие ослепло. Макрокорабли выпускали абордажные команды на поврежденных врагов, выползших из огненной бури. Быстро истребить экипажи не удалось. Заваленные тысячами рабов, они держались, пока не прибыли железные воины, чтобы лично прикончить защитников. Так уничтожили десятки кораблей, выпотрошили изнутри и бросили дрейфовать. Их отсеки были заполнены павшими с обеих сторон. Для железных воинов победа казалась несомненной, и единственный вопрос заключался в том, сколько времени она займет. Первым признаком того, что все не в порядке, стал ослепительный взрыв в хвосте флота железных воинов. Крейсер Веритас и дивизион эсминцев имперских кулаков направились на перерез добычи. Их целью был громадный гранд-крейсер Калибас. Приблизившись, эсминцы выпустили в веер стремительных торпед по кораблю железных воинов. Тот попытался уклониться, но оказался слишком медленным. Огненные раны раскрылись на корме из темного металла. Эсминцы пронеслись мимо поврежденного корабля. Калибас сильно накренился, отклоняясь от курса удаляющегося флота. Веритас нанес удар мгновение спустя. Его верхние орудия смяли щиты Калибаса и пробили броню. Наполовину приконченный, тот попытался развернуться носом к нападающему. Веритас прошел мимо, избивая продольным огнем вражеский корабль. Гранд-крейсер исчез в ураганной волне энергии и рассыпающейся материи. Когда флот железных воинов открыл огонь по Веритас и его ударной группе, те уже находились вне зоны досягаемости орудий и ложились на новый атакующий курс. Это был первый из многих ответных ударов имперских кулаков. Находясь в эпицентре битвы, видишь ее однобока. Ты обращаешь внимание на крупные перегруппировки и рост потерь, а волна сражения захлестывает все незначительные моменты смерти и героизма. Тысячи смертей становятся только структурой для общей картины, деталями, на которые ты не можешь отвлекаться, потому что это приведет к полному поражению. Командование порождает бессердечие. Утверждать обратное невежество. Для меня сражение было размытым потоком решений, потерь и побед, воплощенных в безликой информации абстрактных проекциях. Я находился над битвой, был глазами, которые видели, и рукой, которая переделывала увиденное. И я видел, что мы побеждали. На мгновение информация ошеломила меня, когда разум обратил изображение в грубую реальность. Безмолвное пламя окрасило черную пустоту. Бронированные корабли разрывали друг друга раскаленными желтыми когтями. Пустотные щиты мерцали и лопались. Наряды пушек «Нова» взрывались, подобно новорожденным звездам. Штурмовики кружились и скользили среди крупных кораблей, как серебристые рыбы в черной воде. Корпуса цвета железа и золота светились, плавились и раскалывались подсходящимися лучами энергии. Погибающие корабли дрейфовали, разваливаясь на куски охваченного огнем металла. Еще один корабль взорвался. Плазма расширилась в ярко-белую сферу. Золотистая броня превратилась в жидкость. Фрегат кружился, как раненая птица, волоча за собой пламя. Потоки ярко-желтого огня добрались до него и разорвали на раскаленные обломки. Бомбардировщики с крыльями типа «Чайка» устремились к темно-серому крейсеру. Из-под их крыльев выскользнули ракеты. Крошечные разрывы расцвели на спине крейсера, вырывая антенны авгуров и сенсоров. Ослепнув, корабль начал крениться. Ударный крейсер с ремом направился к широкому линкору. Его щиты блестели от отраженного огня. Линкор повернулся бортом к врагу. Орудийные порты походили на глаза убийцы. Ударный крейсер перевернулся, зашел под противника и открыл огонь. Макроснаряды вскрыли слои металла, и в холодный космос хлынул пылающий газ. Неуклюжий корабль попытался развернуть избитый нос от нападающих. Веер гравитационных торпед поразил его борт. Они проникли вглубь и детонировали. Линкор задрожал, когда противоборствующие силы вцепились в конструкцию, раскалывая броню, сминая переборки. Секунду он продолжал двигаться, содрогаясь от внутренних разрушений. Затем киль не выдержал, и корабль развалился, словно смятый невидимым кулаком. На это ушли месяцы планирования и тысячи часов тренировок. Мы были готовы отразить атаку, но столкнулись с врагом намного более сильным, чем я ожидал. Железные воины понесли потери, но их мощь сохранилась. Если бы наш строй распался в первые минуты, мы бы погибли. Если бы мы пытались остановить железных воинов в лоб, они бы уничтожили нас. Они знали наши слабости. Мы их. Воины Пертураба надеялись застать нас врасплох, но мы не дрогнули после первой атаки. Наша оборона быстро восстановилась. Подобно шестеренкам часового механизма, она была подвижной, составленная из мобильных ударных групп. Гибкой обороны и мощных контратак. Более медленные линкоры отвлекали на себя огонь, вырывая корабли железных воинов из строя. В то время как на границах сферы битвы кружились стремительные ударные группы. Они атаковали снова и снова, наносили повреждения и уничтожали корабли на флангах вражеского флота, словно срезая жир с мяса. Когда я увидел, как растет наше сопротивление, то решил, что могу позволить себе мрачную улыбку. Безмятежный нырнул в ураган битвы. Похожий на лист корпус светился отраженным светом взрывов орудийного огня. Космос кишел обломками и облаками плазмы, перемешивающимися, как кровь и потроха в воде. Носовые и верхние орудия стреляли прямо по носу Безмятежного. За ним следовали два товарища, Единство и Истина. Меньшие по размерам они напоминали лезвие ножей в сравнении с наконечником копья Безмятежного. Ударные крейсеры повернулись. Бортовые батареи описывали яркую спираль вокруг корпусов, когда крейсеры прорезали вражеский строй. Корабли имперских кулаков находились рядом с ядром флота Железных Воинов, корабли которого были так близко, что канонеры могли прицеливаться на глаз. На мостике Безмятежного Тир наблюдал, как на пикт-экране растет цель. Он предпочитал наблюдать за космической войной увеличенными и отфильтрованными образами, чтобы видеть, как враги движутся, сражаются и умирают. Это придавало битве реалистичность, словно проекции и холодная ясность тактических данных отнимали у нее изначальную истину. Целью Тира был линейный крейсер Железных Воинов, чей корпус усеивали башни лэнс-излучателей, а нос представлял уродливый помятый клин. Капитан знал его имя — Доминатор. Когда-то, десятилетия назад, он видел, как тот разбил строй ксеносов над Каликсом. Сейчас кулак наблюдал, как щиты крейсера мигнули и исчезли под огнем его орудий. Ярость Безмятежного обрушилась на корму Доминатора. Крейсер отвернул и закружился, как морской левиафан, пытающийся освободиться от гарпуна. «Усилить огонь!» — приказал Тир. «Это то, чего не хватает абстрактным проекциям. Им не достает личные связи с врагом. Им не хватает места, где вы посмотрите в глаза старого союзника и вонзите меч в его сердце». Палуба накренилась под ногами. Красный свет осветил лицо, когда аварийные сигналы наполнили мостик. Конечно же, они под огнем. Дюжина кораблей Железных Воинов была так близко, что возникло ощущение, будто можно протянуть руку и прикоснуться к ним. Чтобы выжить Безмятежному, и его эскорту следовало полагаться на скорость и агрессию. И кроме того, на немалую удачу, Тир мрачно улыбнулся. Полокс приказал Тиру и его боевой группе ударить в центр флота Железных Воинов. Они потеряли два корабля за три атаки, но уничтожили в четыре раза больше. Справедливый размен. Тир бросил взгляд на пикт изображения двух своих ударных крейсеров. Они выглядели, как огненные стрелы, пролетающие сквозь лес, выжигая все на своем пути. Заголосили сигналы опасного сближения. Тир отвернулся от изображения доминатора. Тот заполнил экран на минимальном увеличении. Капитан подождал, пока сигнал опасного сближения не превратился в отчаянный визг, а затем кивнул рулевому. Безмятежный развернулся вокруг оси и устремился под доминатор. Бортовые батареи открыли огонь. Нижнюю часть корабля Железных Воинов разорвала серия взрывов. Единство и истина следовали сразу за Безмятежным, стреляя по зияющему отверстию в корпусе врага. Крейсер развалился. Плазма из разорванного реактора сжигала его изнутри. Безмятежный обогнул свою жертву. Двигатели работали на полную мощность, когда корабль направился к краю боевой сферы. Из ближайшего водоворота битвы выплала боевая боржа Железных Воинов и открыла огонь. Кир почувствовал, как взрыв потряс корпус Безмятежного. Пикты краны заполнила пелена помех. Единство исчез во взрывах. Кир увидел огромный силуэт, подобный вырастающий из тумана скале. 15 километров холодного железа и почерневшего адамантия. Из бортов вытекали остывающие обломки. По верхней части корабля тянулась цепь из орудийных крепостей и макробатарей. Кир почувствовал, как холодеет кожа. Капитан узнал корабль, видел его очень давно, когда тот был союзником. Это был старейший отпрыск корабельных кузнец Олимпии, разрушитель флотов и планет. Боевая боржа называлась Железная Кровь и всегда принадлежала только одному хозяину. Железная Кровь снова дала залп и истина отправилась вслед за братом в пылающую смерть. Помехи затмили обзор Тиру. Он выкрикнул приказ, полный вперед, еще до того, как пикты краны прояснились. Взрывы следовали за ними по пятам, даже когда безмятежный оставил позади ярость Железной Крови. «Сообщите магистру флота Полаксу!» — прокричал Тир сквозь вой сирен. «Скажите ему, что нам противостоит Железная Кровь. Здесь Пертураба!» На мгновение я не поверил собственным словам. Проекции битвы и потоки информации расплылись. Я не знал, что чувствовал от принятого решения — трепет, гнев или восторг. Затем голос Тира добрался до меня сквозь пелену помеха и искажений. «Брат!» — обратился он, и я расслышал изумление сквозь неясный белый шум. Я снова сосредоточился. Ближайшие данные о битве ворвались в мое сознание. Перед глазами исчезли еще двенадцать рун, отображавших вражеские корабли. Флот Железных Воинов разделился, пытаясь атаковать нас, и нес потери при каждом изменении курса. Но этого было недостаточно. Ни для меня, ни для павших братьев, ни для кровавой платы за предательство. «Да, капитан Тир!» — ответил я. Слова передались через космос на прерывистых звуковых волнах. «Мои приказы остаются в силе. Я передаю пятьдесят кораблей под твое командование». Волна белого шума заполнила паузу. Тир обдумывал. «Решение оспорить или принять мой приказ?» «Не думаю, что он ожидал такого ответа, когда сказал мне о флагмане Пертураба, который возглавлял вражеский флот. Он мой брат, но никогда по-настоящему не знал меня». «Как прикажешь, магистр флота?» Я кивнул, словно он мог видеть меня и стоял рядом, а не на мостике безмятежного. «Задорно империум, брат! Твоя цель — железная кровь. Казни Пертураба!» Гнетущая тишина и темнота наполнили тронный зал. Резкий электрический свет озарял лицо примарха «Железных воинов». На маслянисто-черном экране битва изображалась в виде голых цифр и необработанного тактического кода. Лицо Пертураба было неподвижным и бесстрастным, но в глазах сверкали искры эмоций, что насторожило Беросса, когда он приблизился к господину. Как адъютант примарха, он обладал подробнейшей картиной разворачивающихся событий. Имперские кулаки сплотились и наносили потери. Значительные потери. У железных воинов по-прежнему было количественное превосходство, но разница уменьшилась. Беросс сказал бы, что имперские кулаки даже могут победить. Он держал эту мысль при себе. Принесенные им новости и так были достаточно тревожными. «Господин!» — начал Беросс и преклонил колени на голой металлической палубе. Пертураба медленно повернул голову. Темные глаза устремились на склоненную голову Беросса. «Говори!» — потребовал примарх низким рокотом. Беросс не вставал с колен, держа шлем под мышкой. Выключенный цепной меч лежал рядом на палубе. Он сглотнул. «Господин! Мы опознали флагман вражеского флота!» Он замолчал и провел серым языком по губам. «Мы также установили личность магистра флота. Он рискнул поднять глаза, встретившись с обсидиановым взглядом примарха и снова уставился в палубу. Это капитан младшего звена. Его зовут Алексис Полукс. Сигизмунд не командует флотом. Насколько мы можем сказать, его там вообще нет. Беросс слышал только ритмичное шипение атмосферных теплообменников и растущее биение двойных сердец. Первый удар поразил Беросса в грудь. Бронепластина и кости раскололись. Одно из сердец лопнуло. Второй удар настиг капитана уже в воздухе. Он с сокрушительной силой ударился о стену. Сполз. Из треснутого керамита сочилась кровь. Тело наполнили болеутоляющие, но он чувствовал, как расколотые кости врезались в плоть. Кровь хлынула в легкие горла. Он пытался дышать. Изо рта и по сломанной челюсти текла кровавая пена. Беросс превратился в мешок раздавленного мяса, удерживаемого в форме человека расколотым доспехом. Пертураба неподвижно стоял возле трона. Капли крови Беросса блестели на его перчатках. — Передайте Голгу, найти того младшего капитана, который противостоит нам, — сказал Пертураба. — Убить его и выбросить труп в космос. На границе мостика приказ услышали и передали дальше. Пертураба повернулся и отошел к железному трону. На полу жизнь Беросса вытекала в медленную растущую лужу. Они собрались в телепортационном зале. Статическое электричество пробежало по терминаторскому доспеху Тира, выбрасывая искры между ним и металлической кожей братьев. Их окружали механизмы, гудящие от сдерживаемой энергии. Среди них сновали техножрецы, бормочущие при настройке машин на своем щелкающем языке. Пергаментные вымпелы трепетали в наэлектризованном воздухе. Фокусирующие антенны, пилоны конденсаторов и комплекты загадочных инструментов были направлены на Тира и стоящие вокруг него отделения. Все носили терминаторские доспехи. Толстые, пластальные пластины, фибросвязки и адамантиевые экзоскелеты придавали им громоздкий вид. За кольцом машин на телепортационных плитах, разбросанных по помещению концентрическими кругами, собрались другие отделения. Терминаторский доспех был редкостью. Его производили всего на нескольких марсианских кузнях. В карающем флоте их хватало только на 53 братьев. Все они стояли в телепортационных залах, ожидая команды Тира. Рядом с ним сержант Тимор поднял громовой молот к лечине шлема. Пергаменты с клятвами покрывали рукоять оружия. Тир знал, что под маской шлема Тимор снова произносит предбоевую клятву. Он почувствовал прилив гордости. Они собрались на борьбу против другого легиона, против примарха. Никто из них никогда не думал о том, что будет сражаться в подобной битве. Но у них не было ни сомнений, ни колебаний. Это Полукс приказал напасть на Пертураба, что удивило Тира. Он считал, что его брату не хватало смелости для подобного шага. То, что эта миссия могла стать для него последней, не имело значения. В этом была суть войны. И имперские кулаки знали, что нередко ценой за победу была смерть. Император создал их, чтобы принять эту истину. «60 секунд!» – капитан произнес голос в ухе Тира. Кулак узнал одного из смертных офицеров мостика. Голос человека был резок. Признак сосредоточенности и напряжения вполне ожидаемо. Вокруг Безмятежного космос превратился в ад. Под прикрытием дюжины ударных крейсеров корабль устремился в сердце битвы. Перед ним фрегаты и эсминцы сходились на намеченные цели в центре флота железных воинов. В настоящий момент они уже должны вступить в бой, стреляя из нового орудия и выпуская рейд торпед, находя те цели, что могли. Тир почти не сомневался, что эсминцы погибнут. Он так и сказал их командирам, когда обрисовывал план. Никто не подверг сомнению данные им приказы. Все они знали важность того, что пытались совершить. Если они смогут нанести достаточно повреждений, то втянут в бой железную кровь. После этого вторая группа нанесет удар ниже оси битвы. 15 боевых кораблей атакуют эскорт железной крови, нанося максимальный урон и отвлекая на себя вражеский огонь. Когда внимание флагмана будет отвлечено, а эскорт выведен из строя, железная кровь окажется открытой для атаки Безмятежного и его ударной группы. Они доставят главные силы. 13 сотен имперских кулаков, погрузившихся в абордажные торпеды и громовые птицы, и ждущие в телепортационных залах. Это было расточительно и грубо, надавало шанс на успех. Пока все срабатывало. 30 секунд, снова произнес голос. Тир мигнул подтверждение и открыл общий коммуникационный канал со всем ударным отрядом. «Братья!» — начал он. Всякое движение в зале прекратилось. Его словам понадобилось больше времени, чтобы достигнуть отделений на других кораблях. Но как только это случится, в пусковых отсеках и каютах экипажа воцарится тишина. Тир не задумывался над тем, что сказать. Вся его жизнь была войной. Каждое мгновение с тех пор, как он покинул грязные улья Северной Америки, посвящалось тренировкам, боям и расширению границ Империума. Шаг за проклятым шагом. Он не был создан для красивых фраз, но сейчас они пришли к нему, словно нечто, долгое время спавшее внутри него пробудилось. «Мы ведем войну, не завоевательскую, не ту, ради которой нас создали, но войну за данные нами клятвы и кровь, которую мы пролили, чтобы создать Империум. Мы не увидим конца этой войны, но если своими деяниями мы приблизим его на шаг, и если наши смерти будут стоить врагу во сто крат больше, значит, будущее будет помнить нас». Он замолчал, чувствуя кожей, как нарастает электрический заряд. Машины заголосили. По платформе заплясали ослепительные зигзаги. Тир поднес булаву с бронзовым навершием к лицевой пластине и закрыл глаза. «За славу примарха и императора!» — произнес Тир. Механизмы завыли. Вращающаяся вспышка тошнотворного света заполнила зрение, и он провалился в забытье. Я обернулся на крик. Калио Лезик лежал на белом мраморе командной платформы в ворохе зеленых одежд. Когда я видел Астарпата в последний раз, он был при смерти, но каким-то образом сумел добраться до мостика. Я подошел к нему, тут же забыв о плане атаки Тира на железную кровь. Старика трясло. Из глаз снова потекла кровь, заново окрасив коричневые полосы. На мертвенно-бледном лице блестели ярко-красные губы. Трость с серебряным наконечником застучала по гладкому мрамору, когда он попытался встать. Астропат поскользнулся и снова начал падать, и я поймал его за руку. Лезик был лега, как пушинка, но я почти отпустил его, когда коснулся. Рука словно погрузилась в горячую кислоту. Я подавил боль и медленно поднял старика на ноги. Вокруг собрались палубные офицеры и слуги. За спиной продолжалась битва, забытая и неконтролируемая. «Магистр Лезик», — произнес я. Он не ответил. Тело тряслось, пальцы сжимались и разжимались. По подбородку бежала густая красная струйка. Губы шевелились, а изо рта раздавался хрип. «Магистр Лезик», — снова попытался я, но, похоже, он не понимал, что я рядом. Калио обратился я, и он повернул голову. «Я чувствую, как оно тянется к нам», — прошептал он. «Я вижу его, проходящее через шторм. Терра, она горит». Он застонал и задрожал. «Как может такое?» Но вопрос замер в горле. Голова запрокинулась. Я услышал, как затрещали кости. Он открыл рот и закричал, не издавая ни звука. Жгучая боль наполнила руку в том месте, где я держал его. Остропад поднялся с палубы. Плоть светилась изнутри, словно горела кровь. Его как будто подвесили на крюки. Руки и ноги все еще дергались. Я разжал руку, когда перчатка раскалилась до красна от жара. Со старика посыпался пепел. Волосы и шелк обуглились и осыпались с кожи. Изо рта Лезика вырвался рев, подобно в воздуху, засасываемый через колоссальную решетку. Из горящего человека исходил гудящий, пустой голос, произнося сообщение, которое убивало Остропада. «Сыны Дорна, возвращайтесь на Терру, немедленно!» Такова воля Рогала Дорна, притарианца Терры. Парящее тело Лезика замерцало, словно я смотрел на него сквозь марева. Голова резко поднялась. Пустые глаза уставились на меня. На секунду я подумал, что он пытается что-то сказать, передать другое сообщение этим слепым взглядом. Затем он снова заговорил. «Возвращайтесь на Терру, такова воля Рогала Дорна!» Губы почернели, а изо рта вырвались ярко-желтые языки пламени и окутали голову. Тонкая кожа покрылась волдырями и закипела. На мгновение он застыл черным человеческим силуэтом посреди пекла. Затем фигура осыпалась в кучу золы и пламя исчезло. Во рту пересохло. «Возвращайтесь на Терру, такова воля Рогала Дорна!» Слова давили свинцовой тяжестью, подобно цепям, сковавшим руки. Я смутно слышал крики офицеров мостика и лязг сервиторов, которые подошли, чтобы потушить все еще тлеющие у моих ног останки калио-лезика. «Приказ Стерры. Астропатические сообщения требуют осторожного истолкования, чтобы отделить смысл от загадок воображаемого содержания. На это мог уйти не один день. Чтобы сообщение отпечаталось так ясно и четко в разуме лезика, оно должно было обладать ошеломляющей силой. Мы много месяцев ждали сообщения, любое. Теперь получили, и оно звучало как смертельный приговор. Я повернулся к гололитической проекции, показывающей сражения между нашим флотом и железными воинами. Мы побеждали. Мы могли нанести такие потери врагу, что железные воины никогда бы не оправились. Такова воля Рогала Дорна. Отступление, бегство. Цена будет ужасной. И даже в этом случае выжившие попадут в варп и погибнут в шторме. Ко мне подошел и отдал честь смертный офицер связи. Из основания черепа тянулись интерфейсные кабели к направляющим на потолке. Вместо глаз зеленая прорезь оугметики. Я кивнул. «Милорд!» — сказал он, и я услышал нотки страха в его голосе. Доклады со всех соединений флота. Большинство астропатов погибли. Несколько живы. Едва. Все они передали перед смертью одно и то же сообщение. Я посмотрел на выжженный кусок мрамора. Да. Мы получили то же самое сообщение. Чтобы пробиться через варп штормы и убить астропатов флота, послание должно было быть скорее огромной волной психической энергии, а не передачей. Вне зависимости от того, как оно дошло до нас, сообщение было предельно ясным. Его содержание не вызывало сомнений. Добралась ли война до Терры? Эта возможность полностью заняла мои мысли. Что если Железные Войны не единственные новые союзники Гора? Вдруг Терра на грани падения и нас отзывает, как последних защитников. Я подумал о Терре, об отряде, которому поручил нанести отважный удар и сотнях тщательно рассчитанных схватках по всему пространству битвы. Ни одна засада не могла нанести более тяжелый, более тщательно рассчитанный по времени удар, чем это сообщение. Сражение не закончится быстро. Мы не могли продолжать драться и одновременно подчиниться безотлагательному приказу. Невозможно прекратить столь масштабную битву. Отступление означало жертвоприношение. Я вспомнил руку, сомкнувшуюся на моей. Кровь на ней. Глаза Элиаса смотрели из леденящего холода далекого прошлого. Навигатор Примбас докладывает, что в шторме, кажется, открылся проход, хотя он не уверен, как долго это продлится. Слова произвели тяжелое впечатление. Если следовать приказу, то нужно уходить немедленно, пока есть шанс. Я видел развернувшуюся под моим братом бездну, ожидающую, безмолвную и вечную. Такова воля Рога Ладорна. У меня был выбор между верностью и победой. Отступлю и обреку нас на потери большие, чем когда-либо нес весь легион. Воля Рога Ладорна. Алексис произнес брат тихим голосом, что он почти затерялся в шуме ветра. Он всегда был сильнее меня. В моем воспоминании он разжал руку, и тьма поглотила его. Передать всем соединениям флота выйти из боя, совершить прыжок в варп, я закрыл глаза. Боль значит, что ты все еще жив. Мы возвращаемся на Терру. Тир обрушил булаву вниз. Железный воин в последний момент смог уклониться, и удар с металлическим грохотом пришелся на наплечник. Имперский кулак слышал собственное тяжелое дыхание, когда опустил плечо и ударил всем телом. Железный воин пошатнулся. Тир нанес удар и ощутил отдачу через доспех. Внутри запечатанной брони он чувствовал тяжелый запах собственного пота. Капитан нанес еще два могучих удара, после которых железный воин остался лежать кровавой грудой на палубе. Рядом с ним Тимор врезался штурмовым щитом в брешь. На поверхности щита рвались разрывные снаряды. Тир воспользовался болтером и открыл огонь в открытое пространство. Кулаки были в тусклом металлическом коридоре, ширина которого едва позволяла стоять рядом с двум терминатором. Они сражались с тех пор, как материализовались внутри железной крови. Тяжелые, изматывающие бои с выстрелами в упор и рукопашными схватками. Железные воины не отступали. Имперские кулаки имели численное превосходство, но были разбиты на сотню небольших отрядов. Как Тир и ожидал, внутри корабля они наткнулись на лабиринт укреплений, автоматические пушки, огневые мешки и баррикады, обороняемые железными воинами с безжалостным мастерством. Связь с остальными имперскими кулаками на железной крови прервалась, но Тир прикинул, что они уже потеряли половину своих сил. Несмотря на это, они продолжали наступать. «Огненная оса!» — закричал Тимор. Перед ними появилась громоздкая фигура. Изогнутые бронепластины почернели от копоти и были покрыты железными шевронами. Синие запальные факелы шипели на оконечностях контейнеров. Руна угрозы зафиксировалась на машине, окрасив ее в ярко-красный цвет. Огненная оса издала звук, похожий на животное шипение, и залила коридор жидким пламенем. Дисплей шлема потемнел, превратив поле зрения в ослепительные участки света и черные силуэты. Перед глазами капитана потускнели и пульсировали руны прицеливания. Высокая температура глушила сенсоры доспеха. «Навара!» — «Зачисти туннель!» — приказал Тир. «Навара» вышел вперед, стволы орудия уже вращались. Это была новая модель, приспособленная для некоторых терминаторских доспехов из более крупного варианта, которым вооружались дредноуты. Штурмовая пушка. Название не было новым, но никогда прежде оружие не отвечало ему настолько точно. «Навара» прошел мимо Тира, встал поустойчивее и навел пушку. Стволы завыли, раскрутившись, размытое пятно. Огненная оса двинулась вперед. Распыляя пламя, «Навара» открыл огонь. Поток раскаленных снарядов поразил огненную осу в лоб. Броня деформировалась под градом снаряда, прогнулась и лопнула, как бумага под дождем. Снаряд попал в топливную цистерну, и коридор исчез в облаке пламени. «Навара» продолжал давить на гашетку, водя оружием по пылающему коридору. Груда стрелянных гильз выросла у его ног. Внезапный взрыв, помех и искаженная речь наполнили шлем Тира. Кто-то за пределами железной крови пытался связаться с ними. Капитан старался разобрать сигнал, но слышал только помехи. «Не имеет значения», — подумал Тир, «для нас есть только один путь». Штурмовая пушка «Навары» замолчала. Стволы раскалились до красна. Коридор перед ними был чист. «Вперед!» — приказал Тир, и они направились к сердцу железной крови. К самому Пертураба. Отданный приказ об отступлении распространился по флоту имперских кулаков подобно яду. Первыми стали отходить небольшие корабли, фрегаты, канонерки и ударные крейсеры. Поодиночке и небольшими группами 130 самых гордых боевых кораблей Империума покинули район битвы. Каждый имперский кулак на каждом корабле знал, что делает магистр флота и почему. Это было решение для тех, кто имел наибольшие шансы выжить, а также смертельный приговор для тех, кто оставался. Позади бегущих кораблей их тяжелые собратья стреляли по врагу с возрожденной яростью. Безостановочные залпы поражали каждый корабль железных воинов в радиусе досягаемости орудий. Попадающие в пустотные щиты заряды наполнялись сенсоры энергетическим туманом. Некоторое время это срабатывало, пока первые корабли кулаков не вошли в варп. Минуту ничего не менялось, затем все больше отступающих кораблей стало исчезать, и железные воины поняли, что происходит. Они набросились на прорывающихся имперских кулаков, как изголодавшиеся шакалы на раненых львов. Вторая волна кораблей имперских кулаков начала отступать границы системы и в объятья в варпа. Первым оторвался Лакедимон. На нем первые имперские кулаки покинули пределы Солнечной системы. Его капитан, исполнительный Яга, гнал корабль, пока двигатели не стали истекать сырой плазмой. Его преследовали 12 кораблей железных воинов, непрерывно обстреливая Лакедимон. Корпус превратился в искореженные развалины, но корабль кулаков продолжал отвечать, пока броню окончательно не разрушили. Из остатков второй волны только горсть смогла прорваться и совершить прыжок в варп. Большинство последовали за Лакедимоном. Веритас начал падать. Опустошительные взрывы вскрывали обшивку и выбрасывали внутренности в атмосферу Фола-2. Уцелевшие двигатели пылали, пытаясь вытянуть корабль из объятий планеты. Убийцы снова дали залп, отрезав их от корпуса. Веритас перевернулся, уступая гравитации, и пылая рухнул сквозь атмосферу, теряя обломки. Корабль упал в океан Фола-2, как раскаленное железо, погрузившееся в лужу. В воздух взметнулись столбы пара, приняв форму белой наковальни. Морской воде понадобилось 3 секунды, чтобы добраться до плазменного реактора. Остов взорвался, и волна пылающей энергии догнала цунами, уже поднявшаяся от падения корабля. Белый пар и черный дым смешались, затянув атмосферу планеты, как катаракта, образовавшаяся на синем глазе. На мостике контрадора присвистнул Голк, наблюдая гибель Веритаса. Конец корабля был подобающим для сынов Рога Ладорна, но это только короткое развлечение, подвернувшееся убийство. В то время как он, железный воин, искал настоящую цель, ему не пришлось далеко смотреть. Она была здесь, дерзко неподвижная среди отступающих кораблей, трибун, имя которое несло столь много высокомерия и притязаний имперских кулаков. Господин приказал ему убить командира выскочку, осмелившегося противостоять повелителю железа. Голк сделает это, но убийство доставит мало удовольствия. Битва превратилась в бойню, имперские кулаки бежали. Одни группы кораблей пытались остановить железных воинов, словно плотина, пока другие держали курс на открытый космос в надежде спастись. Железные воины преследовали их, не подвергаясь ответным атакам. Каждое мгновение погибал очередной корабль под огнем сынов Пертураба. Они просто превращали врага в искореженный металл и остывающий шлак. Их действие направляло не сдержанность, а расточительная жестокость, не требующая мастерства, но имперские кулаки так или иначе были обречены. Голк ничего не чувствовал, не было безоговорочной победы, только горький привкус крови врага, который позволил себе умереть. Битва должна была стать большим, чем бойня. Она должна была стать подтверждением, доказательством лжи, старых притязаний и соперничества. Вместо этого она стала обычной резней. Капитан задумался, была ли она такой же для примарха, был ли его мучительный гнев столь ужасающим, как подозревал Голк. Железный воин прищурился, глядя на трибун. Его уничтожение будет ужасающе легким, но он должен быть уверен, что выполнил задание или рискует вызвать гнев господина. «Подойти к цели!» – прошептал он. Офицеры и сервитеры бросились выполнять приказ. «Вывести ее из строя и приготовиться к абордажу. На одном только контрадоре у него было 300 железных воинов, более чем достаточно, чтобы принести Пертураба его приказ». Я погубил всех. Я мог думать только об этом. Предсмертное мгновение тысяч братьев заполнили гололитическую проекцию кроваво-красным светом. Я попытался прекратить сражение постепенно, отвезти корабли поочередно, в разных направлениях, прикрывая, защищая. Железные воины почувствовали слабину и усилили натиск. Отступление стало неконтролируемым. Затем беспорядочным бегством и, наконец, бойней. Враг дважды поразил трибун с момента начала отступления. Оба попадания были серьезными. Мостик разрушен. Половина смертных офицеров погибла. Расплавленные модули кагитаторов искрили и дымили. Воздух с шипением вытекал из рваных пробоин в бронированных ставнях. Сервиторы висели на кабелях, соединяющих их с постами. На палубу стекали масло и кровь. Три цели в непосредственной близости, закричал Раун. Он вцепился в главную артиллерийскую платформу. Рядом лежало тело мертвого офицера. «Огонь по всем целям!» — приказал я. Шлем увеличил громкость слов, перекрыв звук дюжины сигнала в тревоге. От наших залпов корабль вздрагивал снова и снова. Я отдал приказ к отступлению, но сам не побегу до последнего момента. Трибун находился на пути надвигающегося флота железных воинов. Вместе с нами было два гранд-крейсера. Три линейных крейсера и 20 ударных кораблей. Немалая сила, но беспомощная на пути урагана. «Две цели поражены!» — докладывает громким, но спокойным голосом Раун. «Еще две выходят на ближнюю дистанцию. Одна из них — боевая боржа. Огонь по поврежденным целям!» Я повернулся к проекции битвы. Ее покрывали размытые помехи. Я увидел, как несколько наших кораблей вышли из битвы и исчезли в варпе. Слишком мало. Чересчур мало. Пока я смотрел, множество кораблей железных воинов превратили три наших в раскаленные обломки. Четвертый вернулся в бой и погиб в тот самый момент, как дал залп. Я взглянул на крупный значок железной крови. «Попытайтесь снова связаться с капитаном Тиром». От Тира не было сообщений. Сначала штурма флагмана Пертураба. Половина лица зеленоглазого офицера связи блестела, залитая кровью. Но он кивнул и застучал пальцами по пульту управления. Цель поражена, доложил Раун. Мы под огнем. Корабль снова тряхнула. Щиты отключились. Есть сигнал, повелитель. Офицер связи говорил по воксу шлема. В ушах звучал искаженный голос. «Магистр флота!» — прокричал Тир. Я слышал резкий звук, похожий на удары града по металлической крыше. Это рикошетели снаряда от доспеха. Пришло сообщение с Терры. Мы немедленно возвращаемся. Я слышал помехи и звук, похожий на удар молотом по треснутому колоколу. Получен приказ отступать. Отводи свои силы и... Куда? Отводить куда? Тир засмеялся. Я посмотрел на проекцию битвы, на руну безмятежного, пытающегося вырваться из центра флота железных воинов. Я не отступлю, брат. Я иду вперед и собираюсь убить нашего врага. Он всегда был упрямым, даже безрассудным, и всегда недолюбливал меня. В этот момент я улыбнулся. «Удачи, мой друг!» — сказал я. Секунду. Единственным ответом был звук барабанящих по доспеху тира снарядов. «И тебе, Алексис!» — сказал он и отключил связь. Я моргнул, на секунду вспомнив глаза Элиаса, перед тем, как им овладела бездна. Удар сотряс трибуна и сбил меня с ног. Баронированные ставни сорвало. По мостику разлетелись стекло и металл. Из рваных отверстий в корпусе с воем вырывался воздух. Повсюду валялись неожиданно погибшие мужчины и женщины, разорванные на части и стекающие кровью, судорожно ловящие ртами вытекающий воздух. Доспех начал издавать звуковые предупреждения об разгерметизации падения давления. «Многочисленные попадания!» — прокричал Раун. «Главные двигатели вышли из строя. Вражеская боевая боржа на траектории абордажа». «Развернись левым бортом к противнику!» — сказал я, поднимаясь. «Прикажи подразделениям имперских кулаков садиться на грозовые птицы и транспортные корабли. Выпусти их с защищенного борта!» «А ты, повелитель!» — спросил Раун. «Скажи технопровидцам, что мы направляемся на машинные палубы!» Контрадор и трибун встретились в объятиях из огня и пробитого металла. Трибун стрелял из всех оставшихся орудий по приближающемуся кораблю «Железных воинов». Макроснаряды, лучи лэнс-излучателей и потоки плазмы хлистали через сокращающуюся дистанцию и разбивались от щиты контрадора. Ответный огонь разнес орудийные палубы трибуна и проделал длинную пробоину в борту. Контрадор лег в дрейп у поврежденного борта трибуна. Штурмовые капсулы и абордажные торпеды выплеснулись в пространство между кораблями. Слабый огонь башенных орудий встретил рой штурмовых кораблей и лишь малую часть превратил в обломки. Остальные, не обращая внимания, продолжали сближаться. Они нахлынули волной, пробили золоченую броню и извергли груз внутрь трибуна. Я ничего этого не видел, но я чувствовал каждую предсмертную судорогу корабля. «Железные воины» были на борту трибуна, прорубая путь все дальше и дальше внутрь. Сопротивление было разрозненным, но решительным. На перекрестках стояли орудийные сервитеры, наполняя пространство перед собой потоками болтерных снарядов. Смертный экипаж держал оборону с дробовиками и лазганами. Горстка имперских кулаков перемешалась между самыми тяжелыми схватками. Труднее всего говорить с теми, кто должен был остаться. Все поняли, как люди, так и мои братья «Железные воины» должны думать, что мы сопротивляемся, и они сражаются со всеми нами. Трибун обречен, но я собирался отплатить за его смерть. «Готов?» — спросил я. Рядом со мной Раун поднял высокий щит из иссеченной пластали и оглянулся на оставшихся братьев роты. «Готов?» — ответил он. Я кивнул и посмотрел на фигуры технопровидцев трибуна в красных одеждах. Они одновременно склонили головы в капюшонах. «Благодарю!» — сказал я, чувствуя бессмысленность слов. Технопровидцы сделали вид, что не услышали. Я кивнул, надел шлем со строконечным забралом и активировал канал связи. «Оставшиеся коммуникационные антенны передадут мои слова тем, кто еще был жив и мог слышать их». «Это магистр флота!» — голос звучал ровно внутри шлема. «Трибун потерян. Оставшиеся корабли отступают и совершают прыжок к Терри, как и приказано». Я замолчал, желая сказать больше, но не зная, что. «Выживите, братья!» «Во что бы то ни стало, выживите!» Я отключил радиосвязь и позволил тишине на секунду задержаться, прежде чем отдать последний приказ экипажу трибуна. «Начинаем!» С обратной стороны трибуна сотня штурмовых кораблей отправилась в космос, подобно роя светляков. Контингент имперских кулаков в последний раз покидал свою крепость. Тридцать воинов моего ударного отряда все еще были рядом, ожидая. Я кивнул технопровидцам, последовала вспышка света и телепортационный зал вокруг нас исчез. Ровно пять секунд спустя технопровидцы исполнили свой последний долг. Они ни разу не оспорили мой приказ, не показали ни малейшего сомнения или эмоций в ответ на то, о чем я попросил их. Думаю, я никогда так не восхищался людьми, как ими. Плазменные реакторы трибуна преодолели критический уровень. Я так и не увидел, как умирает корабль, но мысленно все еще представляю это, словно произошедшее выжгли на сетчатке моих видений. Секунду трибун сохранял очертания. Золотая крепость, плывущая в черной ночи. Затем корабль взорвался. Все еще находящиеся на борту имперские кулаки испарились, а вместе с ними и их враги, железные воины. Языки пламени выплеснулись из раскаленного ядра. Огромные куски броневой обшивки кружились в растущей сфере горящих газов. Ударная волна поразила контродор, смяла пустотные щиты и выжгла сенсоры и дальномеры. Наши атакующие корабли зашли на цель мгновения спустя, подобно мстительным духам мертвых. Металлическая оболочка дредноутов была тусклой. Изогнутые пластины торса украшали полированные железные черепа. На голеннике перечеркивали желто-черные шевроны, а в глазах пылал янтарный свет. Они стояли по обе стороны железных дверей, поверхность которых была покрыта пятнами углублениями, словно их наружные плиты только что вынули не остывшими из печей. Перед ними лежали груды развороченных тел и гильзы. Здесь, в самом центре железной крови, сопротивление было не просто сильным, оно стало всесокрушающим. Из 13 сотен, которых Тир привел с собой, с ним осталось меньше 40. Несколько имперских кулаков все еще сражались по всему кораблю, выигрывая время. Остальные погибли. Доспехи расколоты, смяты или сожжены. Кровь смешалась с кровью врагов на металлических палубах, но они уже близко, очень близко. Ожидалась вторая волна. Батальон имперских кулаков, дредноуты и манипулы. Легио Кибернетика. Они должны были придать мощь последней атаке на личное убежище Пертураба. Вторая волна так и не прибыла. Тир знал, что Полукс отозвал кораблист подкреплениями. Возможно, они выживут, но у Тира были сомнения. Отступление посреди такой битвы вело только к одному. Бойни. Он понимал решение Полукса, но цена... цена была невообразимой. Тир бежал, держа над головой булаву. Первый дредноут открыл огонь, когда капитан был в 50 шагах от двери. Сгусток раскаленной энергии прошел в нескольких дюймах от Тира и поразил Тимора на бегу. Раздался пронзительный вой, и сержант растворился в контуре яркого света. Энергетический луч попал в другого имперского кулака и превратил того в пыль. Дисплей Тира полностью забили помехи. Он слышал пронзительный звук, который становился все громче и громче. Дисплей снова включился. Дредноут все еще стрелял. Спирали конверсионного излучателя пульсировали и скрили. Тир сконцентрировался на дредноуте и выбрал, куда нанести первый удар. Второй дредноут поднял руку и раскрыл ладонь. Импульс из гравитационной пушки поразил Тира, и он рухнул на палубу. Кулак чувствовал, как прогибается металл. Сервомеханизмы и сочленения лопаются под давлением. Доспех сминал его. Дредноут с конверсионным излучателем продолжал стрелять по наступающим братьям Тира. Очередь раскаленных снарядов поразила сбоку боевую машину. Капитан услышал звук штурмовой пушки Навары даже сквозь виск излучателя. Саркофаг дредноута усеяли вмятины от снарядов. Он повернулся навстречу шквала огня, двигаясь как человек, который склоняется под порывами ветра. Лицевая пластина дредноута изогнулась. Металл раскалился от попаданий. Броня треснула, и вдруг из гигантской машины потекла кровь. Она раскололась, и из нее посыпались куски плоти. Удерживающая Тира гравитационное поле исчезло за секунду до того, как дредноут рухнул на пол. Тир вскочил и побежал. Раздавленные мышцы горели. Доспех скрипел. Дредноут с конверсионным излучателем повернулся, чтобы встретить атаку. Имперский кулак обрушил булаву на ствол излучателя. Рифленые, фокусирующие пластины, раскололись. В воздухе затрещали энергетические разряды. Второй удар Тира обрушился на правую ногу позади коленного сочленения. При падении дредноута размахнулся кулаком. Сжатые железные пальцы устремились к голове Тира. Капитан впечатал булаву в лицевую пластину боевой машины. Дредноут рухнул со звоном стали и раскручивающихся механизмов. Тир стоял, тяжело дыша. Он посмотрел на ожидающие двери. Те выглядели так, словно могли выдержать удар ногой Титана. Капитан повернулся к оцелевшим воинам. С ним были 14 терминаторов и еще 30 братьев в доспехах модели «Железный». Слишком мало, чересчур мало. Но какое количество было достаточным, чтобы убить примарха? «Мельтозаряды», — приказал он. Космодесандики бросились вперед, снимая с поясов заряды. Первый был рядом с Тиром, когда двери начали открываться. Капитан повернулся. Глаза сосредоточились на расширяющейся щели в грубом железе. Двери отошли в стены со звуком, подобным вдоху металлического бога. Тир почувствовал, как поднимаются волосы на сгривке. Что-то спрятанное глубоко внутри при генетическом изменении и подготовке говорило ему отступить от открывающейся темноты и бежать. За его спиной застыли имперские кулаки. Теперь он видел, что было внутри. Фигура в тусклом боевом доспехе, которая сидела на троне с острыми углами, положив руку на рукоять молота. Тир чувствовал, что черные глаза, сидящие на троне фигуры, смотрят на него. Он поднял булаву. За спиной начали двигаться братья. Яркие очереди трассирующего огня разорвали полумрак. Тир бросился в атаку, когда Пертураба встал, чтобы встретить его. С многослойного доспеха примарха свисали цепи. Снаряды высекали искры из усеянной заклепками брони. Лицо открыто, глаза маслянисто-черные. Молот поднялся вместе с примархом. Рукоять оружия была длиной стира. А черный обух наполнился энергией от прикосновения хозяина. Тир был в пяти шагах. Он чувствовал, как напряглись мышцы. Сердцебиение снизилось до низкого сфокусированного ритма. За капитаном следовали братья. Их стрельба освещала ему путь и окружила Пертураба огненной сетью. Тир сжал булаву обеими руками и поднял над головой. Задорно! Крик раздался, когда выплеснулась энергия удара Тира. Примарх стоял неподвижно, облаченный в железо и окутанный разрывами. Тир встретил взгляд черных глаз и увидел, как что-то движется в их глубине, подобно вспышке молнии на далеком ночном горизонте. Пертураба развернул молот и по восходящей дуге обрушил его на Тира, когда тот сделал последний шаг. Обух молота вмял броню в раздавленные останки капитана. Реальность вернулась под грохот стрельбы. Мы стояли в центре широкого помещения с тусклыми металлическими стенами, освещенного неэкранированными фонарями. С доспехов поднимались тонкие кольца призрачного пара, остаточный эффект телепортации. На видение было точно. Мы оказались в главном зале недалеко от мостика Контрадора и основных секций управления. Я ожидал сопротивления, но надеялся, что большинство железных воинов отправились на штурм трибуна. Его гибель должна была забрать их всех, оставив корабль уязвимым для нашей контратаки. Как и во многих сражениях разных эпох, это предположение почти погубило нас. По нам открыли огонь со всех сторон. Я услышал повторяющиеся разрывы болтерных снарядов о доспехах. Трое моих людей погибли, когда выстрелы попали в глазные линзы и защитные решетки шлемов. «Щиты!» — закричал я по воксу. Воины сомкнули абордажные щиты. Вместе мы образовали непрерывную круглую стену из пласт стали. Безжалостные очереди их листали по стене. Я переключился на оптическое устройство щита и увидел дульные вспышки в амбразурах наклонных металлических баррикад. Железные воины укрылись и ждали. Не все отправились атаковать трибун. Даже чувствуя такой близкий запах убийства, сыны Пертураба оставались недоверчивыми, методичными бойцами и оставляли часть сил в тылу. Я посмотрел налево. Раун стоял рядом, стреляя через бойницу в щите. Он прервался и посмотрел на меня. «Будет непросто», — сказал сержант. Я почти улыбнулся. «Нам нужно двигаться», — ответил я. «Враг планировал не уничтожать нас огнем, а задержать. Если мы останемся, железные воины измотают нас, а затем доставят оружие, которое сможет разбить стену щитов. Это неизбежно. Я бы поступил именно так. Будь железным воином». Раун взглянул через бойницу. «Вражеские баррикады на этой стороне высотой 3 метра с амбразурами через каждые 2 метра. При атаке перекрестный огонь не ослабнет». Он посмотрел на меня. «Атакуем одну баррикаду, уничтожаем ее и наступаем вдоль заграждений. Это был простой план, и, учитывая обстоятельства, единственно возможный». «А не ожидают этого», — ответил я. Раун пожал плечами. «Жест сказал все о том, что мы могли сделать в этих условиях. На секунду я подумал о том, что происходило на остальном корабле. Наши атакующие корабли уже должны были нанести удар, а братья сражаться на плацдармах внутри внешнего корпуса боржи. Я открыл канал связи со своим ударным отрядом. С омкнутой строй атакуем баррикаду справа. Другие приказы им были не нужны. Пойдя в атаку, мы перестроили, щиты подняты, перекрывая друг друга, чтобы образовать бронированный клин, который двигался как единое целое. Вражеский огонь настолько возрос, что мы пробирались сквозь стену разрывов. Каждый шаг тяжело отдавался в мышцах и сказывался на сплоченности. Мы замедлились, синхронизированная поступь превратилась в тяжелые шаги. Я захрипел от усилий, удерживая щит под градом болтерных снарядов. Нас захлестнул огонь. Проникая через щели в стене, я почувствовал боль, когда пламя добралось до локтевого сочленения руки, державшей щит. Подавил ощущения и заставил ноги двигаться вперед. До баррикады оставалось три шага. «Мельты!» — приказал Раун. Я услышал пронзительный вой перегретого воздуха на пути мелта струй. В баррикаде появилось два рваных пылающих отверстия. Стрельба стихла. Это был наиболее опасный момент. Победа или бойня зависела от удачи в той же мере, что и дисциплины. Мы перестроились два клина и устремились к брешам. Я был во главе одного из них. Щит поднят, силовой кулак источает дуги молний. Когда я шагнул в пылающие отверстия, меня встретил железный воин. Он был быстр и искусен. Схватив край щита, он дернул его вниз и нанес колющий удар цепным мечом. Я навалился всем весом вперед. Железный воин пошатнулся. Зубья меча кромсали броню над левым глазом. Я отвел щит в сторону и нанес удар кулаком. Нагрудник врага раскололся. Он начал падать, но я успел еще дважды ударить, ломая и сокрушая лицо и живот. Я перешагнул через труп. Позади братья, стреляя в обе стороны, миновали брешь, подобно воде, хлещущей через прорванную дамбу. Я повернулся, выискивая очаги сопротивления. Это небольшое движение. Легкий поворот и наклон головы спасло мне жизнь. Зубья цепного кулака выбили из верхней части щита полосу красных искр. Я начал поворачиваться, уловив отблеск фигуры в громоздком от аугметики доспехе металлического цвета. На щит обрушился удар, подбросив вверх руку. Я почувствовал, как заныли мышцы в плече. Я все еще пошатывался, когда цепной кулак разрезал щит и руку надвое. Я не чувствовал боль, только ощущение оседания на пол, когда шок наполнил тело. Перед глазами расцвели яркие вспышки света. По телу пронеслась дрожь. Генетически измененная физиология боролась с ранением. Зрение размылось. Что-то двигалось возле меня. Похожая на обезьяну фигура из промасленного металла шипела пневматика. Я слышал виск, вращающийся на повышенных оборотах цепи. Силуэт сделал выпад. Зубья ударили в поле силового кулака. Я даже не понял, что блокировал удар. Зрение вернулось. Ляска ружья и рев болтерного огня наполнил пространство позади баррикады. Вокруг братья набросились на фигуры в доспехах цвета стали. Болтеры стреляли в упор. Щиты врезались в конечности и шлемы. Палубу покрыл темный переливающийся слой крови. Вращающиеся зубья в считанных дюймах от лица. Мышцы и доспех старались оттолкнуть их. Враг давил цепным кулаком вперед. Он был силен, чудовищно силен. Я видел серое, бледное лицо в глубине горжета доспеха. Из сочленений выступили поршни и кабели. А из отверстий на спине вырывались грязные выхлопы. Глаза противника были светлыми, с черными зрачками, в лишенных радужной оболочке белках. Обрывок воспоминания принес его имя Голк. Он приказал уничтожить мой корабль, но остался на своем, даже не отправившись закончить дело лично. Железный воин дернул назад цепной кулак, и я нанес удар. Он отшатнулся на полшага. Плавность движения не сочеталась с массой. Удар прошел на расстоянии ладони от его лица. И когда моя рука по инерции ушла в сторону, Голк ударил цепным кулаком в грудь. Густая кровь и осколки желтой брони разлетелись от зубьев оружия. Я почувствовал, как изогнутые кончики разрезали на грудник и плоть до самых костей. Кровь залила грудь, я ощутил ее вкус. В горле булькало при каждом вдохе. Голк довольно улыбнулся. Я отшатнулся на шаг. Кровь по-прежнему струилась из отпиленного обрубка левой руки. Я чувствовал в груди гул двойного сердцебиения. Пронзительный звон наполнил уши. Силы оставляли меня. Зрение превратилось в замерзшее пятно, словно глаза покрылись льдом. Мир стал темным и теплым. Боль исчезла. Боль значит, что ты еще жив. Я вцепился в боль, и она мгновенно вернула меня с безмолвным воем. По нервам пронеслась агония. Свежая, яркая, живая. Я видел. Горк посмотрел на меня пустыми тусклыми глазами. Цепной кулак опустился ко мне. Мокрые от крови зубья вращались розовым размытым пятном. Я поднял силовой кулак и раскрыл ладонь. Поймал цепной кулак и замкнул руку с оглушительным треском. В воздухе разлетелись оторванные металлические зубья. Дернул кулак назад, потянув голго на себя. Его лицо ударилось о мой шлем с влажным хрустом костей. Я отпустил раздавленный кулак и вбил ему в голову свой. Череп железного воина исчез в кровавых брызгах влажной массы. Он рухнул на пол и затих. Колени ударились о палубу, но я не почувствовал этого. Вокруг братья устремились вперед, очищая баррикады. Кровь медленно вытекала из груди и оторванной левой руки. Во рту ощущался теплый медный привкус. Минуту я стоял на коленях. Багровый воин, покрытый кровью врагов и своей собственной. Затем боль прошла, и подо мной разверзлась ожидающая бездна. Истребление замедлилось. Карающего флота больше не существовало. Остались только выведенные из строя и уничтоженные островы. Корабли железных воинов прекратили обстрел, словно колоссальная канада битвы истощила их. Окруженные со всех сторон, уцелевшие имперские кулаки вели огонь по врагу из-за всего, что у них было. Некоторым удавалось сбить пустотные щиты вражеских кораблей. Кое-кто даже повредил их корпуса. Но железные воины приближались, не обращая внимания на повреждения. Подобно быку Грокса, втаптывающему пса в грязь. Они окружили оставшихся противников, абордажные капсулы теснились на золотых корпусах, как клещи, сосущие кровь коров. Абордажные партии атаковали плазменные реакторы, заглушили их и оставляли корабли умирать из-за отсутствия энергии. Замирали системы жизнеобеспечения, искусственная гравитация и оружейные системы. Затем железные воины уходили, и холод космоса проникал в безжизненные корпуса, чтобы делать свою медленную и безмолвную работу. Уцелело несколько кораблей имперских кулаков, сражаясь до последнего. Группа сопротивления с каждой секундой становилась все меньше. Они бились насмерть, ведя огонь с незатухающей яростью, прикрывая поврежденных товарищей, даже когда железные воины их уничтожали. Когда трибун взорвался среди последних кораблей имперских кулаков, немногие из железных воинов обратили на это внимание. Голк и Контрадор сделали свое дело, а Примарх получил голову кулака, который осмелился встать у него на пути. То, что Контрадор задержался на месте победы, не вызвало подозрений. В навигационном куполе Контрадора навигатор Прим Бас переместился на незнакомом металлическом кресле. Имперские кулаки заперли прежнего навигатора Контрадора в глубоких отсеках боевой боржи, но он все еще чувствовал ее присутствие на простом и функциональном оборудовании. Позади Баса на своих местах ерзали двое помощников. Путешествие с трибуна отнюдь не успокоило нервы, и они знали, что ждет их в варпе. Навигация через шторм была ужасным занятием. Даже если свободный маршрут все еще виден, они должны были меняться, чтобы избежать переутомления или того хуже. Бас щелкнул переключателем и обратился. — Сержант Раун? — Последовала пауза. Стрек от белого шума. — Да, навигатор. В голосе сержанта нет ни капли обычного сухого юмора. — Мы готовы. Он замолчал, втянув воздух сквозь зубы. — Пункт назначения все тот же. — Да. Приказ капитана Полукса в силе. Бас кивнул самому себе, закрыл человеческие глаза и провел рукой по отверстию на лбу. — Очень хорошо, сержант. Он отключил вокс и повернулся к помощникам. Их янтарные глаза с зелеными прожилками были отражением его собственного. Берем курс на терру. Двигатели контрадора перешли на полную мощность, и корабль стал удаляться от обломков после битвы с трибуном. Из пробоин вытекал газ и языки пылающей плазмы. С внешними и внутренними повреждениями, наполовину уничтоженным экипажем и захваченным врагом, израненный воин уходил из района сражений, но он все еще мог сбежать. К тому времени, как остальной флот железных воинов понял, что корабль ведет себя странно, контрадор уже был за пределами досягаемости. Он направился к границе системе Фолл, не отвечая на запросы, волоча за двигателями огненные хвосты. Железные воины преследовали его, пока контрадор не пробил пылающую брешь в космосе и нырнул в шторма за его пределами. Пертураба смотрел, как по экрану бегут доклады о резне. Во взгляде не было ни следа радости или удовлетворения. В тронной комнате и длинном помещении за ее дверями никто не двигался. Кровь на доспехе примарха уже свернулась в вязкую темную пленку. Вокруг лежали изломанные тела имперских кулаков. Желтые доспехи были настолько смяты и искорежены, что походили на пережеванные куски металла и внутренностей. Флот имперских кулаков перестал существовать. Некоторые смогли сбежать и совершить прыжок в варп. На большинство теперь дрейфовали в космосе, разбитые и почерневшие. Высадившийся на борт железной крови отряд был перебит до последнего человека. Ворогов не осталось. Перемещающиеся перед глазами Пертураба данные о битве сообщили о неожиданной и полной побеге. Они также сообщили о вероятном итоге до самоубийственного отступления имперских кулаков. Пертураба позволил правде еще раз прокрутиться перед глазами. Удар молота превратил экраны в искрящиеся обломки, и повелитель железа вмолча вышел из комнаты. В темном углу лежит искалеченное тело Наварры. Доспех вдавлен вплоть, а ноги ниже колен отсутствуют. Внутри расколотого шлема веки задрожали и резко открылись. Эпилог. Время, место не установлено. Мы падали целую вечность. Падали в ледяную тьму. Кровь и крики отчаяния следовали за нами в забвении. Возможно, это длилось часы, а возможно годы. Я не могу сказать. Шторм швыряет нас. В разочарованной ярости бьется о корпус контрадора. Некоторые из человеческого экипажа погибли. Были случаи насилия. Кое-кто из экипажа по-прежнему верен хозяевам. Железным воинам. Вполне ожидаемо. Другие, кажется, умерли от голода. Их тела полностью высохли. Возможно, прошли годы. Возможно, мы будем плыть сквозь шторм вечно. Капитан Полукс. Это Бас. Навигатор выглядит еще более худым и бледным, чем обычно. Пот покрывает серую кожу и красные воспаленные края настоящих глаз. Я выгляжу немногим лучше. Рано заживают, но все еще сочатся гноем. Трубки соединяют меня с кучей механизмов и пробирок с жидкостью, которые следуют за мной на суспензорах. Я одет в красную робу с пятнами высохшей крови. Им пришлось вырезать меня из доспеха. Да, навигатор. Мой голос резок и сух. Толстая трубка отсасывает желтую жидкость из груди, когда я дышу. Я видел его. Голос дрожит. Он там, едва видимый, слабый, но постоянный. Думаю, что знаю, о чем он говорит, но не надеюсь. Я сжимаю пальцы левой руки. Затем понимаю, что руки нет, и то, что я сжимаю, это фантомная память. Что вы видели, спрашиваю я. Свет Теры, говорит он. Астрономикон. Шторм по-прежнему силен, но мы можем придерживаться курса. Вместе с усталостью я слышу Надежду в его голосе. Он и его подчиненные вели нас сквозь течение шторма все время, что мы находились в варпе. Тем не менее, Надежда, тонкая кожа поверх истины боли и жертвоприношения. Действуйте, доставьте нас домой. Я бодрствую, пока курс не проложен. На мостике Контрадора возвышается командный трон из темного металла. Он пуст. Я стою, так же, как на мостике Трибуна. Вокруг снует экипаж. Время идет, возможно, часы, а может быть, месяцы или годы. Утраченная рука обжигает призрачной болью. Апотекарии говорят, что могут изменить дозы нервных супрессоров, чтобы снять боль до излечения. Я отказываюсь. Боль успокаивает. Она скала, за которую цепляешься при падении. Наконец, путешествие заканчивается. Раун стоит рядом, когда мы готовимся снова увидеть огни Терры. Я медленно киваю, и Раун отдает приказ. Украденный корабль дрожит, когда пелена варпа разделяется перед ним, и мы выходим на свет яркого солнца. Висящие на мостике экраны оживают, показывая нам мир, который ждал нашего возвращения. Я хмурюсь. Рядом Раун издает нечто похожее на рык. Планеты вращаются под светом солнца, наполовину погруженные во тьму, а наполовину в яркий свет. Орудийные платформы и космические станции опоясывают их массивными цепями. В космосе движутся корабли. Некоторые поворачиваются к нам. Пока мы смотрим на них, я чувствую шок и трепет. Собранные здесь силы, самые мощные из тех, что я видел. Это звездная система, превращенная в крепость. Средоточие силы и неизгибаемой мощи. Я уже видел ее очень давно. Теперь она изменилась. Система стала чем-то большим. Тем, что я не понимал. Я отвернулся от экрана. Это не терра, говорю я. Где-то внутри себя я вижу, как Элиас снова срывается с моей руки в ночь. И я слышу, как мой крик теряется среди ледяного ветра. И я слышу, как мой крик теряется. И я слышу, как мой крик теряется.